Во второй мировой войне, как историк, профессиональный, за каждое слово отвечает, в сентябре 1941 года Красная Реминина была. Два миллиона разбежалась, три миллиона в год попал. По другой статистике, наоборот, три в плен, два разбежалась. И наши предки, старые веры, старые брятцы, собрались в Сибирь, и мы решили, чтобы уступать на стороне Советского Союза. Потому что германцы, германцы, правильнее немцы, германцы. Хер! Мужской начал ман. Манна женская, цель на ее жизнь. То есть гормон мужского-женского. У нас ни у германцев, ни у русов, мы одинородные, когда не было пленных и работ. У нас были пленные, военнопленные, они могли отработать три пакета, вернуться домой. Но они в Косыгирях жили, в домах. Мы, как правило, семьи создавали, жили, они домой не уходили. Потому что они не знали обычаи, традиции, придет там в Римскую берегу, зайти сюда куда-то, знает язык обычаи, его обязательно правдником в армию на отправить. Мы предупреждали. Мы тебя вот раз отпустили, второй раз мы тебя замучили. Придешь, все, и они, да зачем нам это надо, мы лучше останемся. К чему я это все веду? Собрались староверцы, староверцы, сибиряки, вот такие, как Олег Геннадьевич, по 40, по 50 лет. И мы решили, чтобы мы идти добровольцами. Сначала наших детей призывали, внуков. Они до фронта, я с дедом разговаривал, он говорит, едут, вышел он их разбомбили. Два-три месяца похоронка, два-три месяца похоронка. Предательство было, то есть молодежь нашу в Бомбине. Там вот такие мужики пошли, мы стали командирами отделения, командирами заводов. Исторический факт. Кто они, а, кстати, германцев наши деды назвали немцы. Знакомое слово? Немцы, немые, а ци. Немой ци энергия жизни. Ци гу, от ци церкви. То есть, если дети идут войной против родителей, они проиграют. Помните, я вначале говорил, обижающиеся на родителей, связь с родом открывается автоматически. Почему? Бабушки, дедушки, зря родители. Зря родители нас погибли, обижаться нельзя. Главное, учатся. Учат, как надо делать, как надо. Все. И сколько в дивизии человек? Кто им в войне служил? Нет. 10-12 тысяч. То есть, 3-4 дивизии стали германцев по месту. Когда они получили квадрошапки, они поняли, что войну проиграет. И в 42-м году Агвер, ну была такая разведка, да? Я думаю, это Скорцени занимался, кстати, родом в Салтаре. Они стали на государственном уровне, ну, скажем, не на государственном, а в Агвере печатать фальшивые фунты стерлинги домов. Кто им объяснит, для чего они требуют? И на эти деньги, они были как настоящие, они дюзнули специалистов Америки, в армии. И на эти деньги скупали землю в Латинской Америке. Парагвай, Рублай, Чили, Латинская, Аргентина, там фашистские режимы. Десятки тысяч семей туда перевезли. Оборуды не перевезли, все. И в 60-е годы после войны они вложили деньги в Германию. Почему Германия так не у нас? Когда говорят план маршала, план маршала – это Бельгия, Голландия, Люксембург и Германия. Для чего я вам это говорю? У нас это, что мы тоже самое сделали в Советском Союзе. Когда Советский Союз развалили Россию, это волнулись, то есть подразделение, когда воды служил, во всех горячих точках было. Осетия, Мушетия, Чечня, Москва, ведут, что происходило. Вы даже правду не знаете, вы даже Василу не приснились. Вот когда в Чечне это, помните, фаршивая везет? Сделали то же самое, ЦРУ завезли станки, напечатали вот эти все облигации, потому что у нас деньги были отдельные, облигации, которые для заводов были другие. На эти бумажки фаршивые скупили сильную визженность и затем сделали дефолт. Это был 1998 год, вы знали, Кириенко был премьер-министр. Сейчас Кириенко в администрации президента готовит, которые по внутренней политике занимаются. Просто, чтобы вы понимали, я вам так скажу, ничего у нас в России не изменилось. Как они стояли, элиты олигархи, в 90-х годах так и остались. Единственное, что они сделали? Они сделали вовы, они стали народно оплатить зарплату и пенсии. Все. Остальное все осталось. Я почему этот пример, понятно, почему. То есть это всегда все делается просто. И неважно, Белый дом был бы, Ельцин победил бы, Русской, Хасбулатов. Это было все решено и здесь решалось. Ну это, что я просто, у меня очень много приятелей. Есть и в службе внешней разведки, и в ГУРУ. Сейчас наши темы интересуются. Сейчас очень серьезная проблема у генералитетов, ФСБ, ВВД. Ребята молодые, кто звали до майора, очень многие в нашей теме. И у них они очень большие недовольства из полковника и генерала. То же самое, как система потеряла управление молодежью. Не только у нас в Германии висит, но и в Чёрте 40 лет. Почему они на варь не боятся, выходят? То есть они уже не авторитетики, они не знают, что делать. А мы безум, что делать. Ну, у нас пока не слушают. Так, про это я рассказал. Теперь устройство вселенства. Вот это идут с этими рунами. Кто хочет, записываем эту книжку, где это можно прочитать. Путянь Великого Россиянина, сейчас там сразу литературу, кто хочет. Путянь Великого Россиянина, Александр Семенович Иванченко, А.С. Иванченко. Путянь Великого Россиянина. Это Гусев опубликовал, то есть он, Иванченко, в 90-е годы хотел Террум опубликовать, все отказались. Одно издательство, половину опубликовало, его закрыли. И он эти копии раздал друзьям, ну, у него нету, погиб. И потом один из патриотов, есть такой Гусев, посетимый, Белогойный Покальпис, он написал. И он, когда узнал, что уже Иванченко нету, два года прошло, что он умеет. Ему нужна бы карта, такая, такой человек, то есть столько сделал для России, но никто не знает. И он эту книгу опубликовал. Она немножко жестковата написана, путем веков России, а есть она. Там про это все есть, что я вам говорю. Ключи, расклад я вам дал, как руку. Где приобрести вопрос? Есть в электронном виде, она есть и есть в магазинах. Но она сейчас что-то неудорого продает, но в электронном виде есть. Найдете. Набираете, она не запрещена. Следующие книги пишите, если хотите, знания, чтобы открылись. Славяно-арийские веды. Хиневич. Александр Юрьевич Хиневич. Хиневич, хай, Хиневич. Славяно-арийские веды, пять книг. Третий английский, там свастичный символ боги, она основная. Сразу хочу сказать, она экстремистская, поэтому с этой книжкой аккуратно. Она у нас запрещена. У Хиневича три статьи по 282-й. Поэтому, почему статья блатная? Я же сам в системе служил. Любое уголовное дело в разрезе, в СИЗО посадил. И они сидят. Вот если бы Павел Хиневич приехал, немножко бы, может, что-то выяснилось. То есть, пять лет книги, с вами нарезки. Объясню, откуда идти, пять лет, пять лет. Объясню, откуда идти, чтобы, потому что там кто говорит, с Израиля, кто чего, я вам скажу, как это есть. То есть, в 92-м году при Ельце, вы знаете, когда Чубас, Шпицерушников завел, была такая организация, Днай-Бритчев, Днай-Бритчев. Ну, это боевое крово из Израиля, инакомыслящих они убирают. Ну, перспективы. Кушкина, Вера, Игоря Талькова слышали? Такой певец был. Константин Васильев. И они где-то бумаги им подписали, чтобы они выдали архивы. Выдали архивы Третьего рейха, выдали архивы Староверных, Мышки, которые дюзлили. Часть генералов, в том числе генерал-полковник Кавашов был, ну, известная личность. Они спрятали в гараже, а часть они бумаги подписали, они пришли в Министерство обороны сразу, и пришли в ФСБ. И им это и архивы отдали, и часть архивов они вывезли, вот эти савиано-риски ветви, и стинейский, и архивы, и зеленые. Ему был допуск, он ходил везде, напечатал, ну, мужичок наш по духу, мужичок, и сейчас он хворает на них. Поэтому эти... Следующая вторая половина, которые спрятали в гараже, это сейчас, кто может знает, Гаосидра, хроновый газотерический анализ развития современной цивилизации. Последний, кто у них остался. То есть вот эта часть книг, которые в гараже спрятали, знания оттуда. Ну, они там много чего свое привнесли уже. Вот, это он рассказал предысторию, откуда все это взялось. Поэтому написали. Следующая очень мощная, сильная книга. Кощунный финиста. Алексей Васильевич Трехлебов. Кощунный финиста. Тоже запрещенная, экстремистка считается, поэтому аккуратненько, очень мощная, сильная. Там есть расклад. Прочитайте, поймете почему. Кощунный финиста, а, б, трех хлебов. Ну, еще книжечку можете записать, они художественные, не запрещены. Есть такой очень хороший автор, Сергей Трофимович Алексей. Аз Боговеду рекомендует первую книжечку. Аз Боговеду, и 40 уроков русского языка, очень мощная. Волчь охватка и сокручивают кирио, ну, я их штук 50, читал это основные. У вас пазлы откроются. Кстати, первое, Аз Боговеду. Аз Боговеду. Там как каналы передавались, как это, вы прочитаете. Она ее то запрещает, то не запрещает, но автор не запрещен. Аз Боговеду, затем 40 уроков русского языка, две книги. Есть для детей там, она пословленная, я сейчас название не помню, очень интересная. И вот. Потом Волчь охватка, и вождь. И сокручивают кирио. И еще. Сокручивают кирио. Есть очень хороший, кто хочет узнать, то есть часть знаний сокрыта в арабском. Есть такой Башкевич, ну, когда-то тоже разведчик, написал очень хорошую книгу «Разгадка номер ковчега». То есть там арабский, тот же принцип поворачивается. Почему 20 на сибуху, там очень хороший рассказ. Башкевич. Он, когда, кстати, Кришнеиды пригласили, чтобы он доказал, что русский от санскрита, он говорит, «Я вам докажу, что санскрит от русского, он не пригласил. Вот такой мужичек, 40 лет проземных работал». Да. То есть вот его «Разгадка номер ковчега» и еще хорошая книжка «Между Богом и дьяволом». Там просто принципы не египетских, а древнегреческих философов, как мы диалогами. Ну, еще одну напишите, она, в принципе, не запрещена, это для общего развития. А.В. Торонин, «Свастико с сакральной или священной силой». Это там просто картинки. Это вам все. Вот эти книжки смотрите, у вас все пазлы сойдутся. Но в Библии не говорим, Коранда говорим. «Свастико с сакральной силой». Там где используют, в каких орнаментах, в культуре, в обычае. Везде, где жили наши предки, свастичные. Вот это вот. Читайте, а, еще, самую главную книжку я вам не сказал. Владимир Николаевич Вегре, в серии «Знешкедры» России по Анастасии. Если кто-то читал 5-7 лет раз назад, не считайте, а перечитайте. У вас все пазлы с этим. Правильно говорит не Анастасия, а вот Анастасия. Вот, кстати, книга «Сотворение» вышла в 1999 году, четвертый, в апреле. И в 2000 назначили Путина. Вот там прочитайте, много чего интересного. Как в Египте фарону войников назначали, как они, если фарон себя плохо вел, могут жреца обучить, то есть частично методики наши. Можно любого учебника, как в Датуре. Тоже выделить. «Сотворение» хорошая книжка. Десять книг, серии «Знешкедры России», все десять книг прочитать к рассказу. Вот Олег Геннадьевич, чтобы книгу прочитать, нужно два-три дня. Некоторые семь лет читают и прочитают. Все. Вот этого достаточно. У вас вся память, все. «Наследие предрогридических, хирожевых исток». Все ключи, все знания расплоданы чистями. Там. Разложено. Все. А теперь устройство Вселенной. Это идет, это в Иванченко, путем великого россиянина. Это идет с рунами. Вот эта картинка. Кстати, у нас детей это учили в родах в пять лет. Ребенок в пять лет уже знал руны, знал. Если хотите, чтобы у вас знания открывались, вот это нарисуйте. На сайт родовые истоки визиточки я достану, выйдите, у нас оно есть. Можете нарисовать на стену. Также выберите любой день с ластичных символов. То есть берете листочек А3, рисуете символ. У нас их 144, у нас их 79. Рисуете символ в круг обязательно мужское и женское начало. Название и текст. И на стенку. У вас ключи откроются, у вас деньги пойдут, финансы пойдут. Ты еще пока не забыл. Деньги делите на четыре части. Первая часть питание, кредиты, проживание, долги. Вторая часть духовное развитие. Это семинары, это отпуск, это книги, обучение. Третий это резерв. Знаете, что это резерв? То есть, когда надо, вытащили. И четвертое, это покойные деньги. Это нельзя не профессионально заболеть. Это не на покойника, что ваша душа в покое была. И о четвертом части никто не должен знать. Тайна пока знает один человек, два не тайна. Как много говорят, больше двух не сбираться, это уже ладно. Тогда у вас сразу все пойдет. Я по Европе езжу, везде на банках с васичной силой, и они поэтому все в шоколаде. Теперь устройство Вселенной. Вот это называется яйцо малого сварожья. Вот это. Сказка «Курочка-ябл». У женщины, когда женщина беременна, у него живот формуется. Вот это три кола. Вот это. На самом деле никаких треугольников нет. Это обозли, это разрез бога. Вот представьте египетскую пирамиду. Представим мир. А тут нижнюю еще пирамиду. Антимир. Это октаэта. Вот это наша солнечная система называется «Кола-ярелы». Кстати, кто Рерихов знает, Рерихов, релихнутый зовут. Вот у них на знамени три круга, только они не знают, почему. Вот они отсюда сдюзлили. Кстати, на севере Индии брахманы, они это знают, и ровно знают. Когда Иванченко встретился с Махатмой Ганди, он же докторскую защиту, у них был на 20 минут, они 4 часа продавали. То есть на севере Индии это сохранение. «Кола-ярелы» не с мужчиной, а с женщиной. Вот это называется «Кола-молок» или «Галактика». Слышали такое? Здесь больше женская энергия. Это называется «Кола-сури» или «Туманность Андромеды». Слышали? Здесь больше мужской энергии. И они все крутятся в «Кола» по часовой стрелке и притягиваются друг к другу. Поэтому йоги, когда сидят на попе, медитируют, женщины энергия отсюда, мужики отсюда духа вцепляют, и у них потом подняют. Потому что во Вселенной, когда говоришь, йогой заниматься, вызываешь на рождение, на совокупление на рождение диких. Я говорю, «Я йогой занимаюсь, а Вселенной с тобой йогой занимаюсь?» Они что же хотят? Они серьезно говорят? Я им это говорю, они меня не слышат. Нет, прислушать. Нет, нет. Вот смотрите, опять логику включайте. Мужской орган, два яичника. Женская, например, влагалище матка, два яичника. У мужчины яичника, принцип понятен, да? Тот же самый принцип. Левая – это женская, правая – мужская. У женщины – женская, то есть левая сторона – это женская, правая – мужская. Дальше смотрите. В ведах написано в Идейских, во Вселенной существует 144 тысячи формы человеческой жизни. 144 тысячи. Кто может интересовался, вот есть Вайтмар, есть Вайтмар, есть Вайтмар. Считается она, якобы, перевозит, 144 тысячи человек. Вот если вы будете в Библине, читайте, там написано, в небесном Иерусалим войдут 144 тысячи человек с рода Левия. Левиты. Все там это написано. То есть Вайтмар переводит в 144 тысячи человек. Вот они мечтают, но они там никому не учат. Ничего, вот они догадываются. Вот. Дальше смотрите. Вот. А вот это называется Энгард-Земля – технологическая цивилизация, о чем пишет Анастасия. То есть они в технологическом плане далеко ушли, но они не могут зачинать детей, как мы. Им нужно брать сперматозоид, эйцеклетку и клонировать. Вот они богом сотворенные тварь. И женщина планирует, ну а то, что люди богами называют, боги. Вот они боги. Женщина планирует, какой хочет ребенка, и мужчина – два года. Планирует, и потом в инкубаторах они рождаются. То есть когда-то, вот если вы посмотрите, порно, матерь-матка – аналитический центр, у них тоже матерь-матка. Три единства жизни, у нас три единства жизни. Совесть, совесть. У нас наш, у них тот мир. То есть они нас богами считают. Когда-то они жили у нас на Минкар-цемле, вот сейчас миллион у них рубеж. Для чего нам родоводче нужно? Это дни цели, это средства для достижения цели. Сейчас придут все боги, наши предки, в простые тела, они уже пришли, в многих. Уже и Шива, и Кришна, и сварок, они же давно в телах, просто в будущем летом. Придет время, вы знаете. И раз в миллион лет, когда они приходят, все планируется здесь, проектируется, планируется, материализуется, рождается. И когда по исходу, даже, либо в тот мир они уходят, либо могут эту землю, этот гектар, в сути, гектаре, не один гектар, гектар, три, пять, десять, чтобы там минимум семь поколений жил. То есть эту землю можно материализовать в другие измерения. И так подправляется жизнь. Принцип понятен, что на этих землях, они берут у нас семена с земли садят, но они, дерево старое погибает, семян нет. Принцип понятен? Потому что это только... А раз в миллион лет, это можно подправить. Поэтому вот эта земля, когда-то они жили у нас на земле, раз в миллион лет туда, мы пошли по технологическому пути, создали вайдмары и стали к нам прилетать. Люди на уровне духа, вот когда вы все вымучены, на уровне мысли там побывают. И смотрите, что интересно. Наш центр проходит через центр той земли, а их центр через центр нашей земли, медведь земли. И вот третий глаз, видите, что на иконах рисуют. Только люди не поймают, о чем идет речь. И мы взаимосвязаны. Кстати, это дети, вот потомки Кришны. Кришны. Поэтому есть Горуда такой, его почему рисуют Горуда в индийских ведах? Горова орла, тело человека. Потому что это Горуда, это как раз техническая цивилизация. Считается Бог высшим во Вселенной путешествует на Городе. Есть такой статистичный себе. На сайт Милики, там это есть. Вот это как раз потомки Кришны. Когда они Хари, Кришна, Хари, Кришна, Кришна, Хари, Хари. Хари это харизма. То есть они пытаются оценив харизму. Кто такой Шири Шримак Пухава? Он где-то до 62 лет жил, у него были очень проблемы, конфликты, в семье он ехал в Америку, собрал всех этих хиппи, всех кто дал Хари Кришна, они поют. У нас в принципе то же самое. Я веду, о чем говорю, встречался с лидерами, косяки курят, кокаин не ухают, они лидеры. Сейчас они все славянские имена дают и пошли в наше движение. В Москве встречался все, но нет, качеств нет. Ни харизмы нет, ничего у них не получается, чистоты помыслов нет. Это тоже, когда если кто-то останется, будет серьезно заниматься, но очень интересно, сейчас смысл нет, но все равно завтра проснулся, все, все, вот здесь 27 земель. Слышали? Три девятого царства, тридесятого государства. Вот у нас в книжке это есть. Это не супруга, это нам дало просто, это не наши книги, а родовые. Родовые. У нас трилогия, три книги, мы печатаем в Германии, маленькими тиражами, на русском, на германский, перейди сюда, перевозим. Вот на сайте, родовы стоки, там частично есть. Сейчас я вам хочу показать эти, три девятого царства, тридесятого государства, о чем сказка, это не значит. вот эти земли, 27 земель. То есть вот это наша солнечная система, кола эрива, мужской, женская, вот это кола молока, галактика, это кола сует туманность, андромеды. Вот вам русский народный, три девятого царства, то есть это за предел нашей солнечной системы. Если здесь почитать, это вот у Хиневича, староверов есть, здесь название всех земель, всех 27, ученые не знают. То есть маша нашего солнца является массой 27 земель. Все просто. Поэтому сразу сказал, воспринимать как сказку. Поэтому что там, они были, есть и будут. Сейчас все пытаются, порталы силы, места силы, они в совесть сидят, никто не откроется. Вот сейчас, если современной системе, да что бы им не дал, какие-то знания, они оружие сделают. И будут уничтожать. Поэтому никто не мечтает, порталы, миллиарды вкладывают, никто им не даст. Потому что вот через это только все открывается. Через семью, через зро. Вот. Так. Поэтому много чего у нас интересного есть. Благодарю за внимание. Задавайте вопросы. Есть вопрос, есть ответ. Потому что у нас сегодня... В следующем пор желания будет семинар будет, часть вторая, будет в следующую субботу с 6 до 8. Здесь же цена та же. Также 500 рублей за семинар. Тема какая будет, тема будет, я вам обещал, покажу упражнения дыхания. Как это все делать. И мы, руны, то есть все руны, приносите тетрадь в ручку, мы все руны напишем, я вам объясню, как они работают. Я вам уже объяснил много чего. Вот эти руны. У вас начнут пазлы отсходиться. На третьем занятии про сфастичные символы поговорим. Вот. Чтобы у вас, вот эти все знания, чтобы у вас и дух, и душа, и тело было гармонично. Мы связь с родом останавливаем. Его желание будет. Перед у человека это настоящее. Правые предки – мужского, левые предки – женские, спина – прошлая. Баба Игар, герои, богатырю говорит, назад не оглядывайся, а поменееешь. То есть, когда люди застряли в прошлых жизнях, реинкарнациях, у них душа каменеет. А то будет с булыжники лучше. Семьи распадается. Поэтому, неважно, кем мы были, важно, кем мы стали. Нужно не справлять ошибки. Вот сейчас вы пришли на семинары, вот сейчас отчет ведите с этого дня в течение года. Ваша спаза будет сходиться. Все, и вы свою жизнь подправите. С третьим. Двадцать, тридцать, сорок со своим руком. До двадцать лет живем, мы помогаем бабушкам, дедушкам, логично мы живем. От двадцать до сорока и родителям. И сорок со своим руком. То есть у каждого человека видно, что он насил после сорока лет. Психологи придумали уже не крылья среди его. А в народе говорят, если люди до сорока лет, мы не нашли, уже не нашли. Но у нас есть исключение. Вот эти знания. Мы все говорим, зачем тебе мудрость сто лет? До сто лет еще нужно дожить, чтобы спать, а горшки вытаскивали. Нужно пока что-то можно сделать, у кого у тебя моща есть. Поэтому говорят, если бы молодость хотела, а старость бы могла. Как Анастасия говорит, когда залезла на кедр, сидела, дед прадед на звенящем, прибежал, сласнись, сласнись, хочу задать вопрос к нему. Потом уж обращаться к нему в дуэритме света. Так, думаю, что отец посредников не знает. То есть харизма. Не надо никаких посредников. Прямая связь с родом, через предков. Если у вас это будет, вам знание не будет открываться. Или еще момент, когда деды хотели свечи кедры спилить, кто здесь читал, а Анастасия не хотела. Она говорит, скорее всего, расплатил не подниму, эти кедры попадут к людям со всеми чистыми полосами. И они не пошли. Ну, деды пытались объяснить, он мне говорит, матросы подворовали, то-то там опаздывал, проблемы были, но он торговал, товары менял на дикоросы. И когда они отошли, корабли ходят. У меня брат моряк, когда он уж плавал, то он под ног плавал, корабли ходят. Когда корабль отошел, он в венокль смотрит. Деду было 119 лет, прадеду больше. Он прожил 147 лет. Больше, чем у этажа сворошего полосы. Ну, это что вы есть, это надо. В смысле, в сигнале мы поговорим, как можно что-то жить до 100 с лишним лет. Когда отходил, дедушка плачет, а прадеду его поговорил ей. Кто будет совсем, забыл и не смог убедить. А ему прадед сказал, не убедителен ты был, сынок, не убедителен. Вот если вы хотите, не проблема людей, которые вас не понимают. Проблемы вы не можете объяснить. У вас не хватает знаний, не хватает терпения. С людьми нужно говорить на эти церкви. Не ходите со своим уставом, чем на стык. Те людей, кого распялись, закидали камнями, сами виноваты. Нельзя, не уменьшить людей, если они не ведут, что творят. И фанатчиков чудеса не убеждают, они их раздражают. Поэтому только отвечайте на вопросы. Дальше. Теперь, в настоящее будущее, право предки мужского, лево предки женской спинополу. Центр характер. Почему очень важный характер? Пуп в земле, да? У животе мы через пуповинку питаемся у мамы. Затем урожение пуповинка будет связь со всей женской вселенной. Вот если учебка обиды на землю, на себя, на мать, на кого-то, на женском начале, пуп уходит под сердце. У сердца своя чистота, у пупа своя чистота, идет сбой. Все сердечные болезни, инфаркты, инсульты, пуп под сердце. Пуп на место ставится, все восстанавливается. Обиды на женское начало. На физически, да. Можно по энергетике, вот когда мы людей чистим, даем молитву мантру, половина стоит сам. Если нет, мы умеем встать, смотрим, заговорим, на место ставится. Объясню. Если пуп уходит влево, обиды на женское начало, пуп вправо на мужское, вниз на цапо, да, говорит, на цапо, что-то тяжелое поднял, несет не свой крест, он обраничил, вот из-за тюмудийской, китайской, и проповедует это. Родной не проповедует, что он те роды, китайцы полтора миллиарда, сейчас все фэншуй, унитазы, кровати, по фэншуй ставят, или там. Все, их полтора миллиарда, наши роды вымирают, тинтусок миллиард триста, наши роды вымирают, то есть люди получаются, энергия, ну и тем родам, а наши предки ничего не получают, поэтому я не то, что не получаю. А как уже так, чтобы наши предки получают? Начинаем с призем? Начинаем с себя, с себя любимым, в семье в свою разобраться, с сыном, с дочерью, с любимым, чтобы любимым подвелись, с родственниками, чтобы человек сначала зарабатывает авторитет, потом авторитет работает на него. Смотрите, сделали мы 90 хороших поступков и один плохой, но не забудут 90 хороших, будут помнить один плохой, так? В чем философия? А ты не делай один этот плохой. Все. Все будет хорошо. Поэтому с себя начинаем и параллельно с книг. И еще, почему пух, чем-то несет на свой крест? Надо вам на работу ходить, а вы не хотите, а вам нужно семью парить. Пух идет в нас. Ну и ставим это все. Сначала чистка, все просто. Перед настоящее будущее, вправо предки мужского, влево предки женского, спина прошла. Если вот так показывают, болезнь порча, вот так сильная порча, а так энергия смерть, сила смерти, дух смерти. Смерить, смена мерности клавишей, переход в одно состояние в другое. Если над головой, многие люди построили, не хватает. Энергия смерти, ничего плохого, с этим можно жить всю жизнь. Ну, проблему будет. Логику включайте. Это для узкого пользования. Ну, мы только в YouTube можем. Вам это не надо говорить. Посмотрите, и вы когда в храм приходите, да, там, всегда заходишь слева, там, Николай Угодник, там, за здрави, справа, там, за упаковку. надо правильно вот так сменить, слева вот так, вот так, вы знаете, там есть распятие, да? Знаете, там, где распятие, сдать свечи за упокой. Правильно? То есть за упокой всех усопших. И люди что носят? Нашу шею смерть. И хотят быть счастливыми. Я вам показал. Крест водности свой крест. То, что Иисус, а не то, что Иисус на голову подвезет. Характер, харизма, совести. Вот он, здравь здесь, сейчас. Правь, я, нах, славь, мы, здравствуем, рак. Родовое вместе вечера, материализация. Вот для этого дух, это роже, свастичность, душевные качества, это взаимоотношение с людьми. Все знания идут через людей. То есть любой человек на вашем пути это выучите. Или выучили. И когда, если вы с любого врага сделаете приятеля, друга, это самое круто в энергетике. Если вы еще подведете, и чем думаете, что сам дошел, это вообще круто. Это самое лучшее. Поэтому, духовное, через чистота помыслов, душевное взаимодействие и межный чатеринь связь с Землей. И когда душа в пятки уходит, мы человека чистим и затем ставим на вот этих гвозь. Вот. Это настоящие гвозьи. Очень мощные, очень эффективные. Что получается? Когда человек становится на гвозь, энергетика вверх. Человеку жарко с вами. И глаза огнем горят. Душа запела. Представляете, в пятках на душе грязных жить? Каково? Она домой вернулась. И глаза огнем горят. Глаза зеркала души. Человек, душа компания. Слышали врачи? Глаза друге. Посмотрите, вообще друге. Ты говоришь, что с людьми делаешь? Ну, верно? Гвозь не делаю. Вот. Но сначала нужно человека почистить, потом на гвозь, потому что человек укрепляет ту энергетику, какая у него. Это первый вариант. Второе. Через боль отчается подсознание, сверхсознание. И еще наступняк в пунктуре точки. Активизируется весь организм. Ну, и человек, когда становится, мы даем методике молитву мантры, то есть молитвы. Это для того, чтобы предкам помогать и не очень мощно, и сильно. Там первое, тереонарегическое немножко переделывание. Отче нашел поручи, Архангурмихаил. Отче наш это. Канал, чтобы войти, да, только там я действую царствие силы слова отца, сына и родного духа, ныне пресно и от круга до круга атака, выезд, атака, ура, ура, ура. У нас не аминь. Что такое аминь? Юбитский Бог смерти, аминь. В имени Иисус Христос закодирован Юбитский Бог. Иисус, это из еды. Исет, Христос, хоро, то аминь, Юбитский Бог смерти, аминь. И наши, когда воины в атаку идут, они никогда аминь не кричат. Они ура кричат. Если они аминь крикнут, они докопали, они убивают. Первый же пуля бьет. Это факт. Ура! Германцы кричат. Ура! Они ура кричат. Все как просто. И поэтому ура. Вторая же он поможет 90-й псалом от всей черной майки. Там тоже переделан вместо Господь, там родопородитель. Кстати, Господь это просто Господь. Чей? Вот если кто молитву Израиля знает? Молитва Израила звучит о Израиль, Господь Бог наш, Господь иди. Все они не парятся. То есть Господь имел иудейского Бога. Что такое Библия? Библия истории иудейского народа. Там нету русских, нету китайцев, нету дусов. Это история. Хорошая историческая книга на истории одного народа. И он, кстати, Олег Геннадь читал, говорит, с любым папом, с любым. За поясом. Мы не живем там. Плюс этого нет. А почему Владимир взял и неудейского русского? Ну, это следующий вариант, потому что многоженство. Когда на Руси стало многоженство, по-моему, жен стало, это же приятно. А одна любимая жена, другая нелюбимая. Появились наушники и кого-то отгоняли подальше. А ему учили, вот ты вот, батя тебя не любит, маму не любит. Ну, а потом он натравливал его, и вот все. И люди, и опять же, покрестили только европейскую часть. Кстати, рабства крепостов в Сибири не было. Как историк, рабства было в европейской части России. До Урала, за Уралом не было. Были государства и умольные крестьяне. У нас никогда рабства не было. Это тоже, это факт, почему определенные процессы. Люди за рулем, четыре, было англическое слово, затем люди, что-то по язычеству, языческих никакой, языче никакой, чертючной веры. Затем в шаманство ушли, и затем религии, искусственные полевые структуры. То есть, они созданы мощно, они любими манипулируют. То есть, как Анастасия говорит, главное запугать. Вот эти образы, голоса, все, вот я, ну, ваш изобретение, вот выложу, вот смотрите, это называется шаманская болезнь. Что такое шаманская болезнь? Вот, вот это еще с Аплантиды делали, когда вот маки стали заниматься, управлять, стали вселенские силы называть, йогой заниматься. Силы стали приходить. Ну, я на земле, во вселенной свобода воли, свобода выбора, никто никому ничего не должен. Вот ты вызвал эту силу, а детей не научил. А они по наследству не придутся, это не, они роботы, они что-то так, проклятие привезли. Люди стали магией заниматься, друг на дружку перекидывать. Вот эти духи, вот это сейчас называют шаманская болезнь. Вот раньше были волквы, да, волквицы, ведуны, ведуни, жрецы, жрецы, сейчас изуроченцы, сейчас медиум, маги, экстрасенсы, они меленькие. Почему мы в основном в Европе работаем с лидерами? Маги, экстрасенсы, врачи, учителя, психиатры, психологи. А они уже седьмиры, мы им наши знания дают, даем, у них все в голову. Чтобы этого потихонечку поднять. В шаманской болезни монахи во всех монастырях у трех-четырых человек из ста бывают. Это 10-15 сет надо заниматься, ну, когда человек голоса, все слышит. Это да, если ты это служебный дух, человек надо менять образ жизни, в идеале от учителя к ученику знания идут, в идеале учителем должен быть глава рода, бабушка, дедушка, вы будете старцами, старцами, вы эти знания передаваете. Так как раскулачено рассказать, что есть люди, которые туры выполняют на определенный такт. В идеале это глава рода. У меня бабушка была, Анастасия Филипповна, которая попочек получила, скажем, про бабушку. А я ей говорю, как жили? Она говорит, вот так жили. В каждой деревне было по 20-30 стариков, да, кто жил в 105-120-15 лет. В каждой деревне писаете 20-30? Говорят, недолго живет. Так, про это рассказал. Что я еще выпустил? Сейчас закруглюсь. Еще вопрос? Ну, вы говорите, что нужно так. Ну, давайте, еще 3 минуты есть, чтобы научиться вернуться. Ну, скажи, Бог, ну, 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 самое главное, ну, самое высшее, что, ну, для вас? Объясню, вот, когда наш человек, который, Сергей Александрович, Чечен, который мы учились, он сказал, великий, Божий. Если по рунам мы разберем, богов много, Божий один, великий Божий. Если по рунам Божий разобрать, бытие в совести, постоянно жизнь три и десяти. Бог, это бытие в совести, постоянно глаз, это вверх. и смотрите, все войны организуются из-за любви к Богу. Кто войны организуют? Потомки Абрама, мусульмане, иудеи, христиане. Индусы мировой войны не организуют, шаманы тоже нет, и так далее. А, кстати, я вам недорассказал про шаманскую болезнь. То есть, когда человек начинает голосов слышать, ему нужно менять образ жизни, бросать пить, бросать курить, духовно развиваться. Если он это не делает, тогда начинаются проблемы, ему, насколько называют, наш изоприней, разводя личности. Вот я вот когда выгоняю, ну, бесов там выгоняю, да, а они в другой идут, а мы умеем их на части, они уходят в роду, кто куда. Я в Европе начинаю делать, у меня вот медиумы, маги, они волками водят, мужскими голосами говорят, затем уходят на машину, ты сел и поехал, лечить людей, нацелительством, отрицать, заниматься. У них у всех проблем личной жизни. У них у всех детей теряют, мужей теряют, они, как правило, одинокие, что духи не подпускают. Духи служебные, они аморфные, их нужно на улице, он там говорит, не надо к себе пускать, вот там. Домой, не надо пускать. Могу, можно одна. Только кто-то мужской и женской может эту энергию переработать. Да, все. Поэтому мы сегодня забудем. Давай. Разбирайся. Чистую, я же тебе объяснил. Чистую, ну, тысячу рублей стоит. Это для народа. Для лета у меня расценки другие. Почему деньги? Только когда люди платят деньги, когда деньги заработаны потом и кровью, они это делают. Когда на халяву ничего нет, практика показывает. Живой человек, и центр хара, это характер, передает мама, харизму передает отец, совесть предки, будет нести свой крест. И в природе никаких темных и светлых сил нету, все тараканы, люди в головах. В природе две великие силы, мужское и женское начало. И только мужское и женское начало порождает жизнь. У нас есть руны, вот это этрусские руны. Говорят, этрусское не читается. Все читается. Вот наши этрусские руны, эти русские, этнос русский, на основе этрусской цивилизации, греческой, на основе греческой, римской, на основе римской, Европы и мира. Это руна альфа, это руна омега, альфа, омега, рун. то есть мужское и женское, сперматозоиды, яйцеклетка, семя, березы, гедра, волков, человека и женское начало. Для того, чтобы растоп-дам, нужно взять семечко, посадить в землю, в мать, в землю. И наша земля, это вторая чакра, это Мидгар-земля, это вторая чакра вселенной, зарождение жизни. Здесь все зарождается, планируется. И рай на земле не где-то там, а он здесь на земле. И пока люди будут считать, что кто-то есть выше их, они будут влетать, у них будут проблемы. Финансовые будут проблемы, проблемы со здоровьем. Человек образ и подобие Божье. Бог дал человеку все. Мы его называем род, у нас ботянька род, мать природа, мы все родом порождены. А Богом сотворенные твари, это образы. То есть искусственные образы создали, весь оккультизм так создан. И все религиозные учения, это оккультизм. То есть это нереальный мир. И пока будут в религиозных учениях догматы, что рай существует где-то там, будут взрывы, будут теракты и так далее. А так как люди терроризируют свои тела, пьют, курят, неправильное питание, но у нас тема это была, и сегодня повторяться не будут. Заболевания у людей плотят из-за неправильного питания. Потому что люди кушают вареную, жареную, копченую пищу. Растительное мало кушают и не делают чистки, не очищаются. И люди умирают не от старости, а от болезни. Грязная вода с хлоркой, грязная вода. Следующее, ЖКТ, желудшек и кишечный тракт, здесь иммунная система человека в кишечнике. И когда люди туда все закидывают, салатик, супчик, картошечку, мяско, пельмешки, водочкой запьют, пивком запьют, здесь это все гниет. Образуется слизь и заводятся паразиты. Паразиты кушают и какают, какают, это уже плохие анализы. Следующее состояние смерть, смена мерности творящих. И когда люди идут уже в больницу и хотят, чтобы их врач вылечил, никогда вас врачи не вылечат, они сами больные все. Чтобы вылечить любую болезнь, нужно знать причину заболевания. Классический пример, если человек алкоголик, он пьет, у него цирроз печени, вы его никогда не вылечите, пока он не бросит пить. Если человек курит, у него астма, туберкулез, либо бронхит хронический, вы его никогда не вылечите, пока он не бросит курить. Нужно убирать причину заболевания. И люди террористы, когда они терроризуют свои тела, свою душу, свой дух, естественно, природа от таких избавляется. Есть хорошая поговорка, что на зеркало пьет, коли рожек пьет. Если хотят, чтобы у вас в жизни все было удачно, контрольные пакет акции, нужно уважать мать, отца. Мать – это семейный начат, пространство, любви, это характер. Отец – это харизма. Сказка, репка, репка, бабка, детка, внучка, где мать, с отцом? Убранная родовая преемственность прервана. Мать и отца заменили религиозные деятели, духовники, политработники и так далее. Артисты, писатели и люди стали влитками. Потому что у нас недели не семь, а девять, понедельник, вторник, третийник, четверик, пять, шестица, седмица, седмица и неделя. Сказка «Канёк гордонок» на первую седмицу, он поехал в город, в столицу. Сказка «Каменная чаша» и «Седмица» прошла, седмица и неделя наступила. Только русские тризну поминки справляют девять дней сорок, никто с ними тридцать не справляет. Поэтому есть очень хорошая поговорка, что на зеркало пьет, коли рожек ревает. Пока люди не будут знать свои обычаи, традиции, культуру, они не будут влетать, ими будут все управлять. А люди как головы в песок затолкали, а попа наружу, как страусы. Все пристраиваются, все коммуниты. Кто владеет знанием, тот владеет миром, кто владеет ведическим знанием, тот управляет миром. Сегодня эту тему мы с вами не раскроем. Поэтому характер ребенку передает мама, харизма отец, совесть предки. Сознание это ваше, подсознание это от мамы, сверхсознание это от отца. Там русский дух, там Русью пахнет. Русь это не национальность, это миропонимание, мирорасприятие. Русь это родовое движение совести. Почему вед русы? Ведущие триединства, дома благополучия по этим рунам, родовое движение совести. Если вы уважаете мать отца, обычай традиции, вы русские. Что получается? Когда дети обижаются на маму и на отца, они главные учителя, они вас учат, как надо делать и как не надо. Это любая обида недовольствия, люди сами себя от родовых корней отрезают. Почему? Получается бабушки и дедушки зря родители родили. Но если бы их зря родили, нас не было. Поэтому любая обида на маму. Те, кто не может семью создать, у кого вторая половинка убегает, это у вас обида на маму, либо у вас, либо у вас в семье в роду. Если обида на отца, не лезь перед батьки в пекло. Не будет харизмы, не будет родовой защиты. Не будет совести. Поэтому сознание-то ваше, подсознание, животик, мы уманим в животике, через пуповинку питаемся, потом пуп землей. От мамы. Харизма от отца. Сознание ваше, подсознание от мамы, сверхсознание от отца. Под подсознание все предки женского рода, вот это отца. Под сверхсознание предки мужского рода. Поэтому староверы умы носить первенеца. Православные во имя отца, сына и родного духа справа налево крестятся. Католики во имя отца, сына и родного слева направо. То есть все через предков женского, это через предков мужского. Но на это можно воздействовать. Сказка «Семь ракозгар». Пришел лоб, шесть сказок, селся, и ему в печку спрятался. На шесть центров энергетических можно воздействовать. Нельзя только на харизму. Поэтому самое главное, ваша помощь идет через родного отца. Чти отца свое, поэтому по имени его число. Это я вот так вкратце рассказал. Сейчас выйдет Илья, расскажет, представится, расскажет, чем он занимается. Самое главное, поможет. Потому что здесь у нас четыре направления. Южное, северное, восточное и западное. У нас будет четыре родовые отчины, четыре ведических центра по подготовке кадров. Мы готовим кадры для управления в России и в мире. Вы бы давно управление поменяли на кого-то? Не на кого-то меня. Поэтому здесь вот к кандидату у нас есть домашнее задание. Очень простое. Это Анастасия Владимирович Николаевича Мегрева. Вот книжечки про Анастасию. Второе домашнее задание. Это славяно-арийские веды Александр Юрьевич Кимнеевич. Третье. Кощуны Фенистри, Алексей Васильевич Третьев, Леобав. Четвертое. Это Путянь Великого Россияния Александра Семеновича Ивановича. Это вот эти руны, это русские руны. Он защитил докторскую, доктор исторических, ну, докторскую диссертацию. Те, кто в Ватикан приходит, в Ватикан приходит, там есть русский музей. Русских и болгар туда не пускают. Потому что они трудят руны, вот они их читают. Потому что по официальной истории говорят, это русская мечтация. Олег Инатьевич, профессиональный историк, я закончил университет, Алтайский государственный университет, являюсь историк, исследователь летописиологической культуры семьи и рода в наследии предков. Поэтому как профессиональный историк вам скажу, всему, чего в школе и университетах учили, это фантазия. Поэтому спазны не сходятся. И люди живут нереально в оккультном мире, а реальный мир – это вот род, природа. Хоть миллион лет пройдет, никогда из березы кедра не будет. Никогда бегемот не родит крокодил. Никогда от человека не будет обезьян. Элементарная логика. И пока люди это думают, будут вратать. Это все придумали жрецы. И когда говорят, надо Бога благодарить, вы не Бога благодарите, а вы благодарите, кто на этом зарабатывает. Потому что от молитв, от поклонов дети не рождаются. Дети рождаются от любви. Можете хоть на коленях ухлоб разбить, хоть миллион лет молитесь. От этого ребенок не родится. В Библии написано, за грехи родить дети до седьмого колена. Все вот эти проклятия, которые в семье, в родах, которые родители проклинают детей, дети, родители, конфликты с сестрами, с братьями, все это вам передается. И когда у вас род расслабляется, мама, муж, отца, предков не знаете. Что такое аристократ? Арий – ведущий свои стол поколения. Что такое род? Родовое вместилище разума. Это космос, вселенная. Это вся природа, род. Ра. Все. Это аутай, аутай, ау-лилуйя, ау-лах, целостность. Вместилище разума и любви. Теперь обратно, Ра, прочитайте. Ар. Ар – это концентрация. Отсюда. Арий – стократ. Арий – ведущий свои стол поколения. Вот наша земля называется Ар. Арий – тот, кто может эту энергию мотивализовывать. Как это делается, мы вам сегодня покажем. Поэтому сейчас выйдет Илья, несколько слов скажет, затем Екатерина Константиновна. И потом дальше продолжим. Всем добрый день, здравствуйте. Мы есть Илья Александрович. Мы – это взаимность утверждающей. Что такое ведические знания? Занимаюсь наследием предков ведических родовых истоков. Что такое знание? Знание – это действительность. Это все, что связано с природой, с родом, с действием. Солнце действует, вода действует, человек действует. Природа вся действует. Что такое реальность? Ре-повтор, а в целостность. Поэтому рамки закона – это реальность. А действительность – это все, о чем мы Олег иначе говорили. Это язык, традиция, бычья, культура – наши родные. Что нам кровь и родом передано. Реальность – это уже второй кон, круг. То есть закон. То, что за кругом. Дальше виртуальная реальность и так далее. Мы живем в принципе везде. И в действительности, и в реальность, и в виртуальной реальности. Мы тоже там классные кнопочки. Поэтому вот. И эти знания – они все о действительности. О природе. О первоистоках. И поэтому, чтобы быть целостным, скорее всего, нужно, конечно, стремиться вот к этим знаниям, первоистокам. Нашим родовым вещам знаниям. Вещи – значит, предвидишь. Есть вещи и витязи такие. Вещи. Вот Олег – вещи. Это все как раз таки связано с древней нашей культурой. Вот этим мы занимаемся. Здесь, на юге, родился. Поэтому предначертано здесь и с анимацией на юге. Благодарю. Телефон. Забывайте. Телефон. Где у нас что? Только по телефону? Айдеша Санимовича. Имя нашей Катерина Константиновна Чудиновцева. Помощница, ученица Альберна Геннадьевича. Занимаемся целительством. Принимаем родовые, блаженственные послания. У нас прямой канал. С родом, блаженственным. Со всей Вселенной, с космосом. Через него идет информация. Индивидуально каждому человеку. Со всей Вселенной. Информация о прошлом, о настоящем, о будущем, о предназначении человека и его рода. Информация идет картинками, образом. Вот как вы смотрите на проекторе, в телевизоре, в кино, так мы видим в своей голове, в своих мыслях, звуками, вибрациями, чувствами, ощущениями, внешними, внутренними, текстом, словами. Всю эту информацию переводим на лист бумаги, записанное. Далее не даем это человеку. И человек уже сам как молитвы произносит эти послания, занимается. С помощью этих посланий трансформируется энергетика. Меняется рог, судьба человека. Материзуется энергетика. При условии, что человек выполняет домашнее задание, которое мы даем. Это мы делаем индивидуально при личной встрече, принимаем послания. Также дистанционно. Не имеет значения, на каком расстоянии находится человек. Также к родовым посланиям делаю зарисовки, рисунки, картины. Послание человек читает, представляет образ. По сути, я материализую в виде картинок. Также создаем одежду, как послания, как картины. Творю платья, любые комплекты, в виде образ индивидуального человека. Все это материализуется в вещах, в одежде. Благодарю за внимание. Мой номер телефона можете записать. Плюс семь, девятьсот девять, один три три, четыре три, один восемь. Благодарю. Как раз вот они, вот эти послания. Именно те люди, которые к нам приходили, это вот Калачиста Ильгатерина приняла. Это не просто личность, это целый уродный. То есть, когда вы возьмете на себя ответственность, и у вас будет, войдет коллективная душа. Сейчас я вам объясню, что вы инкарнация, реинкарнация. Вот представьте березка, кедрик. Вот родилась маленькая березка, или человек, или там медвежонок, волчонок, неважно. Это кто родился? Бабушка, дедушка, прадедушка, прабабушка. А в этом кедрике, в этой березке находятся все березы, все животные. То есть, у вас на детном уровне, вам по рождению связь со всем родом. И когда вы только говорите, что вы там у меня бабушка, вы себя от корней отрезаете. То есть, у вас находится на детном уровне весь род. Но повторов по золотому сечению не бывает. Всегда жизнь, она новая. Повторов нет. По золотому сечению, кто знает ряд Фибоначчи. 1,618. Это 1 плюс 2, 3. 3 плюс 2, 5. 5 плюс 3, 8. 8 плюс 5, 13 и так далее. Если мы большое число 13 разделим на 8, надо подальше идти, получается 1,618. Это то, что мать, 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 мать. То есть, это материализация духа, души и тела. Если мы малое число 8 разделим на 16, получается 0,618. Это то, что тьма. То есть, это дух и душа, но еще не материализованы. Мама, дух, душа, тело 3. Батя, дух, душа, тело 6. Родили ребенка, дух, душа, тело 9. Никак 7 не получается. И если у вас математику, вы считаете, что 1 плюс 1 равно 2, а вы все влетаете, то у вас 3-3 лишний. Либо мать выпадает, либо отец выпадает, либо ребенок. Логику включайте. 1 мама плюс 2 бат равна 3 ребенка. Вот вам, пожалуйста, математика. Поэтому 2 на 3, 2 на 4 это двухмерный, 3 ж д, 4 ж д, это трехмерный. Дух, душа, тело существует во времени, в пространстве. И Ю, 5, Ю, 6, Ю, 7 это пространство временное. Когда вы находитесь на плоскости и ведите круг, на кругу ведите плоскость. Это как раз, как вот наши тела, это одежки. Вот как вы спите, так и тела мы меняем. И от вашего образа жизни зависит все ваше сознание, качество жизни. И меняя настоящее в себе будущее, говорите, почему нас в России всегда держат в нищете, когда люди голлашопы, они всегда готовы, они интересны, чем. Но пока люди будут думать, что кто-то и хочет завоевать, по его езжу, никому ему там сто лет не выжим. Это для внутреннего пользы. Ничего в день не обнеет, как общий враг. То есть, а так как люди в дуализме, раз есть враг, это нужно объединяться, нужно его мочить, ассортировать. Поэтому люди объединяются, мочат сами себя. Сейчас мы проведем вечер, проведем вечер, а потом продолжим. Вечер один говорит, остальные молчат, никто не добавляет, никто ничего не перебивает. Все внимательно слушаем. Если хотите, чтобы вы были удачны, удачны, успешны, нам нужно запомнить три составляющих. Три составляющие. Первое. За своему самому настроению ходят. Уважайте обычную традицию, культуру народа, человека. Почему у людей болит голова? Голова болеть не может, здесь кое, здесь болеть нечем. Когда человеку что-то не нравится по жизни, и он ничего не может изменить, у него начинает болеть голова. Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие. Со своему самому настроению ходите, это первое. Второе. Отвечайте только на вопросы. Есть вопрос, есть ответ. И третье. Никогда никого не перебивайте. Легко запомнить? Легко. Если вы вольны. Поэтому, когда вы уважаете человека, не перебиваете его. Этот человек, его род, предки, боги, ангелы, как хотите назвать, род, природа, вам помогают. И придет время, вы будете родовые книги писать. Я вам сразу рекомендую. Начинайте вот с этих книг. Владимир Николаевич Меглебр и Анастасию. Серия «Звенящий кедр России». Десять книг. Десять. Вот с них читайте как сказку. Понравится, примите, нет в сторону. И все, что вы сегодня услышите, воспринимайте как сказку. И будете писать родовые книги. В идеале родовая книга, это когда вы своими руками высаживаете сады, леса садите. Своё пространство создаёте. Это идеал. Сейчас я вам зачитаю. Шестая книга, это наша любимая родовая книга называется. Мы написали родовую книгу. У нас три книги, трилогия. На русский, на германский, приведена. У нас как раз. Как раз. Для особо предложенных императоров. Совсем немного дней пройдет, и будут родовую книгу создавать, своей рукой писать страницы заполняют. Миллионы отцов и матерей. Их будет множество великой книг родовых. И в каждой истинно идущей от сердца для детей своих. В лукавство места в книгах тех не будет. Прид ними историческая ложь победы. Красиво сказано. Красиво. Что еще? Поэтому берите, пишите. Родовые книги пишите. Вот эти послания, которые мы принимаем. Вот эти послания. Когда будете писать родовую книгу, это как видение. С чего все начиналось. Передадите детям, внукам, правнукам. И никто вас ничего не изурочит. Это как раз. И вот первая книга про Анастасию. Вот она, Анастасия. Это род ведруса, ведущих кузов. Это мы с одного рода. Это сестренка наша. Младшая. Иначе постарше. На три годика. На два с половиной. Это книга, рассказ о необыкновенной женщине, обладающей даром исцеления души и тела человека. И у нас кромочек еще и духом. Там русский дух, там Руссию пахнет. Баба-яга. Что-то русским духом запахло. Пахнет на Руссии русским духом? Нет. Дерьмом пахнет. Люди дерьмо едят, дерьмом пахнет и дерьмой не управляют. А чем больше навоза, тем лучше урожай. Столыпин говорил так. Те люди, кто не уважает свою обычную традицию культуры, они навоз для других народов. Красиво сказано. Без навоза, выдачники, огородники, знания, ничего не растет. Кто хочет быть навозом, свобода воли, свобода выбора. Хочешь быть вольным, будем. Хочешь быть рабом, будем. И никто водку в горло не вливает, никто сигареты не дает. То есть человек сам образ и подобие божье. Образ есть. Подобие где? И нам отец, ботянь, корот и мать, корот и дали все. Как родители могут что-то не дать. Сейчас расскажу сказочку. Бьет ли земле родник, это место огоражит, угород. Внутри ставят город, городище. Есть что кушать, есть дешить. Создается семья. Семьян семьи. В зачате ребенка у людей присутствует семь предков мужского, семь предков женского рода. Прадед, дед, отец, я, сын, внук, правнук. Поэтому вам достаточно правнукам рассказать о прадедах, и у людей род собирается. У нас у человека 9 поколений, у асов 16 поколений, у аристократов 100 поколений. Те, кто ведающий, те, кто освобожденную душу, у них в зачате ребенка присутствует 1008 поколений. Те, кто, ну скажем так, спокойно по вселенной передвигается, у них в зачате ребенка присутствует 144 тысяч поколений. 144 тысячи. Это уже за пределы нашей Солнечной системы. И такое бывает раз в миллион лет. Вот даже раз в миллиард лет. Сейчас на Земле миллиардный период, и как раз 144 тысячи поколений прошло. И что интересно, сейчас одновременно на Земле присутствуют все поколения. То есть весь ваш род, вот коллективная душа собрала, и для этого нужно трансформировать. Как трансформировать? Образ жизни, чистота помыслов. Совесть, честь, правда, справедливость. Только чистота помыслов, образ жизни. От образа жизни зависит все. Как говорил Петр I Боярин, говорит по ненаписанному, а бы дурь каждого видна была. Поэтому, когда люди говорят, у них вся родословная нога. Прежде чем что-то говорить, вы сначала думаете, потом говорите. Сейчас проведем вечер, и потом дальше продолжим. Один говорит, остальные молчат. Для чего? Для чего вы сюда пришли? Что хотели бы узнать, чтобы нам от каждого под вас подстроиться? Это первое. Второе. Малая цель, это оперативно-кактическая, сегодня-завтра месяц. Большая стратегия, год-два-три, сакральная, внутренне-божественная. Только когда вы четко будете знать, что вы хотите, вам предки будут помогать. Почему проблема у людей? Когда люди надеются на Бога, на предков, они влетают. Ничего предки изменить не могут, у них был шанс. Человек может изменить, живущий в теле, во плоти. В плоти нет, ничего не изменишь. Они могут только помогать. И поэтому мы когда людей чистим, в основном связь с родом, вот эти три молитвки. Отче на живую помощь Архангелу Михаилу, а не на ведическое, это православные. Православие. Нас в Европе никто православными не называет, нас все называют ортодоксами. Грековь, зайдись, ортодоксальная церковь. Откройте мне Новый Завет, Библию, Ветхий Завет, найдите мне хоть одно слово православие. Олег Геннадьевич ведает о чем говорит, я и Библию, и Корану, и Талунух, мы все учения изучаем. Поэтому православные, это кто урон, перуница. Малые перуницы и большие. А нас все в Европе называют, поэтому эти молитвы православные. Здесь отче наш, это чтобы войти в информационное поле. Здесь вместо святого духа родного, во имя отца сына и родного духа. Вместо аминь здесь ураг. То есть это вы входите туда, в информационное поле, чтобы вам к предкам попасть. Затем 90-й псалом. Вместо господь здесь урод породитель. Что такое господь? Господь это просто господин. Молитва Израиля. О Израиль, Господь Бог наш. Господь един. Они не парятся. Все. А кто такой господь, господин? У кого деньги есть? Ты начальник, я дурак. Ты дурак, я начальник. Поэтому господин это просто. И поэтому когда вы говорите, о господи, помоги, вам помогают. Всю вас финансовую систему забрали, удачу, счастье, качество жизни. Вы же обращайтесь к дураку. А кто такой господа. Поэтому здесь не господь, а род породитель. Это 90-й псалом. Это от всей черной магии ее привычки используют. И следующая, третья молитвка. Архангел Михаил. Там есть такое слово. Возроди у нас славяно-арийские, ведические, родовые знания. Когда вы эти три молитвки читаете, нужно не вам, а вашим предкам. Это вы им помогли, есть род выточили, их души распятые. Если вы в храм придете, там есть за распятие, за упокой всех усопших. Те люди, кто на шее кресты носят, вы носите ваши души распятые. И души ваших предков распятые. И вы рабы. И когда читаете молитву, говорите, проси у меня раба Божьего. То есть вы сами себе в рабство. Религии аврамические, три религии. Иудеи, богом избранный народ. Мусульмане, рабы-торговцы, рабы-охранители на востоке. Всегда они в оленочной рынке есть. И христиане рабы. То есть конфликт, вечный конфликт. И все войны религиозные. И пока люди не уберут догман, что рай где-то там, а не здесь на земле. А рай здесь. Так и будут террористы, будут воины. Будут уничтожать людей друг друга. И все из-за любви к Богу. А кто сказал, что Богу это надо? И все Богом прикрываются. Смотрите, когда люди все хорошее делают, это от Бога. Когда все плохое, это от сатаны. А человек уже не приделает. Да хорошо устроили жизнь. Не бывает так в жизни. Поэтому у вас 50 удачи, 50 неудачи. Тем более сатаны никогда не было. Есть выражение санатана, дхармы, вечный путь, вечное движение. Санатана, она убрали, получился сатана. Что такое черная магия? Перевернутые символы белой магии. Попробуйте свастику перевернуть. Поэтому вешают релки фашисты, экстремисты, нацисты, сектанты. Люди сразу шарахаются. Сва небесная тикает движение, часы тикают. Ребенок тикает. Арктика, Антарктика, политика. Не хочешь заниматься политикой, политика будет заниматься вами. Не хочешь декормить свою армию, будете чужую. И так далее. Свадия Бога. Что такое свадия Бога? Свадия небесная, где и деяние Бога богов. Где свадьбу совершаются? На небесах. Свадия Бог. Мессия. Мудрость, истинное слово сия. Пост. Полное чищение собственных телес, сотворяющих. Рем по буквице говорит. Воспитание. Веда отца, совесть питания. Видите, как все просто. Великий, могучий русский язык. Поэтому, бьет из земли родник, это место огораживает, лугород, но здесь ставят город, городище. Есть, что кушать, есть, где жить. Создается семья, семья нет. Семь предков мужского, семь предков женского рода. Зарождение ребенка, затем женщина рожает. Когда женщина родила, мужчина и женщина кем стали? Родители. Что такое родители? Родители. Только когда вы рождаете тело, у вас появляется совесть. Вы в программу земли включаетесь. Вы начинаете эти все вещи понимать. Очень легко, если вы посмотрите, Ангел Меркель бездетная в Германии. Тереза Мэй бездетная, Макрон бездетная. То есть это биородители. И они будут манипулировать людьми. Видите, как все легко и просто. Поэтому, если хотите, чтобы люди извращенцы были, надо, чтобы у них не было детей. Поэтому родители. Родил тело, появилась совесть. А когда много родителей рождается, как называется? Родня. Идет продолжение родных. Двоюродный, троюродный. Родственники. А как другим словом? Народ. Что такое народ? Наш род. Почему ли единое народный целитель? Собираем единое целое нашего рода. Пол половины мужского, пол половины женского. Только мужчина, женщина, ребенка родит. Сперматозоид, яйцеклетка, ветром не задует. Люди верят в нереальный мир. Верят в сказки. А сказки? Каз это от рода охранять земные и небесные пути. Каз. Отсюда приказ на каз, указ за каз. Каз. Отсюда казак. Корень мужского, женского начала. Местивича разума, познания. Каз. Поэтому казак читается слева направо и справа налево. А еще есть касаки. Сибирь называется Асия. Не Азия, Асия. Ас шестеричная система. Мы касательно. То есть совесть. Ас это местилище разума совести. Кто ко всем по совести относится. Это шестеричная система. И поэтому, когда люди ходят в храм, свечку у распятия ставят. И говорят, за упокой всех усопших. Вы трупы носите. И связь души там нету, божественного духа нету, мощи. Вот вы знаете, в Африке есть такая лута черной магии. Христианство построено на том же. На мощах. Очень многие вот эти мощи, они что делали? Наших предков уничтожали на кострах. Мы ведаем, о чем говорим. А в Германии был, там есть такой город Бангер. Бангер. В честь святого, католического. Чем он занимался? Был главным инквизитором. Он сжигал наших женщин на кострах. В честь его назвали город Бангер. И очень много икон такие. Если вы посмотрите на литий икон. Там нету славянских, германских, нету индийских, китайских. Там людей стрелится все. И кому вы поклоняете, кому вы на людей стрелите? Это магия. Читая это, вы предков своих путаскиваете. Зачем? Помогают предки вам. Когда вы читаете вот эти молитвки, это вам предки помогают. Чакры чиси. Да будет удача всем делам. Когда вы желаете всем делам, у вас все дела идут удачей. Первая чакра исток черный цвет. Исток. То есть первый чакр это связь с землей. Это сворону. У нас первая чакра черный цвет, не красный. Каждый охотник знает, где сидел. Каждый охотник желает знать, где сидел Фаза. У нас первая чакра исток черный цвет. Вторая чакра за рот. Красный. Третья. Живот огонь. Четвертая. Перси золотой. Шестая. Древо рода. Предки мужского рода. Зеленый. Седьмая. Небеса. Предки женского рода. Голубой. Устье. Океан. Седьмая. Луна. Духовное зрение. Восьмая. И родник девятый. То есть у нас девкиричная система. И поэтому, когда вы лежит, говорите. Да будет удача всем делам. Лам. У вас все дела идут удача. Вторая чакра. Да будет радость всем существам. Лам. Когда вы желаете радость всем существам, никто вас не прокляет, не сглазит, не испортит. В магии используют разных существ. Вы им радости желаете. Никогда к вам не победу. Третья чакра. Да будет благо всем мирам. Рааааа. Желаете благо всем мирам, всем мирам помогать. Цен, хар, характер. Сила воли, сила желания. Поэтому, если у вас проблема с женским началом и проблема с родовым. У многих пуп обидан на женское начало, пуп уходит влево. На мужское пуп вправо. Обида на себя, недовольство предками, родителям. Пуп под сердцем. У сердца своя чистота, у пупа своя чистота. Отсюда инсульт, инфаркт. Обиделся, обидел себя, разозлился, разозлил себя, надулся, надул себя. То есть вы на себя обижаетесь. Пуп на место ставишь, все сердечные болезни проходят. Человек несет не свой крест. То есть человеку надо деньги зарабатывать, ему не охота, ему надо, пуп уходит вниз. Пупочки мы тоже ставим. Вот кто у нас придет на академию, мы там этому научать будем. Пупы пишут. Потому что сейчас вам смысла нету пупу ставить, он у нас опять уйдет. Я вас почистил, три чистки. Сейчас в домашнем здании выполняйте. Все, когда придете, можно уже вам пупы ставить. В 50% случаев пуп на место ставится. Пуп земли, отсюда выражение, пуп земли. И когда молодняк что-то хочет, а деды на него смотрят, говорят, да у тебя кишка тонкая. Вот как раз и вот. Потому что у вас кишка не тонка будет. Да будет благо всем мирам. Все наше психоэмоциональное состояние упало. Мощи проверить. На спинку ложитесь, ножички в коленочках жимайте, перстом, это перс. Палец пульсирует. И вот если пуп на месте, будет пульсировать и не больно. Если больно, смотрите, куда дают. У некоторых под сердцем, ниже живота, в спину. И когда будут на месте, отдача везде одинаковая. Это очень легко. Только ножички в коленках дедайте, чтобы животик расслабился. Лежите на спине. Когда желаете блага всем мирам, у вас всем миром будут помогать. Четвертое. Да будет счастье всем тварям. И вот ему носима вилочковая железа. Правь, явь, навь, славь, здравь. То есть соединение здесь. То есть вы соединяете характер, харизму, совесть предков. Здесь и сейчас. Вот здесь бесконечность идет. Соединение. Когда вы желаете счастья всем тварям, вам все твари помогают. Кто такие твари? Богом сотворен. Это искусные полевые структуры. Это образы. Вот то, что люди вот этой шизотерикой занимаются, вот это искусство полевого образа. А мы все родом порожденные. Нас бодянька род, мать рода. И нас всех рожает мама. Все, кто на земле, все родом порожденные. А Богом сотворенные, это не Боги, суть нашей предки. Это Боги, суть нашего образа в предках. Но эти образы уже в телах. Мы все в телах. То есть сейчас все поколения предков уже в телах. У вас сейчас будет идти трансформация. Если вы возьмете контроль по детальце, 50% плюс 1% объясняет, что это такое. Любой конфликт в семье между мужским и женским, между детьми, на работе, братьями, сестрами, всегда 50 на 50. 50 мужского, 50 женского. Контроль по детальце, кто решил проблему. Не только козла отпущения крайне не нашел, кто решает проблему. У того контроль по детальце. 50% плюс 1%. Вам весь род будет помогать. И когда Путину, одному из Путина, как-то много, говорят, везет вам Владимир Владимирович, он говорит, везет тому, кто везет. Поэтому когда не будете крайних искать, тогда у вас в жизни будет хорошо. А крайних нашел, трепок у дежурных нашел, четвертое, трое, ну, населенный, целистичный принцип. Поэтому желайте счастья всем тварям, вам все твари помогают. Пятое. Да будет мир всем нам. Мгай это движение. Мгай это глаз. Речь материализация. Я. Нога, дорога, гуси, гуси, га, 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 если хотите. Да, да, да. То есть это материализация. Поэтому за словами нужно всегда следить. Голова, головка, губы, губы. И все люди, которые нехорошие слова говорят, забиваются на чиполовой стену. Хотя слова изурочены. Материнский родной язык называют матом. На бранном поле применяют бранные слова, когда наши воины в атаку кричат. Ура! Что такое ура? Движение родового мистелища разного. Никто аминь не кричит. Если вы в атаку пойдете, будете аминь кричать. Вюда окопа не добежите. Потом мы в имени Иисус Христос заходили на египетские боги. Иисус это изи да сед. Христос хор и тот. Аминь это египетский бог. Смерть и аминь. Вот у нас ура. А германцы кричат хура. Никто аминь не кричит. Германцы в атаку ходят, кричат хура. Поэтому га, га это движение, это дорога. Речь. То есть верно сказать верно изурочивание. Материнский родной язык. Эти образы поменяют. Люди образы другим тронут эти. Скрыли буквицу и ввели. Следующее. Величие покоя дарует нам рамку. Ну это я дыхание показывал. Ра. Да вот сюда присаживайся. Вот сюда. Хорошо. Дальше намасте на санскрите. Потом хари. Хара. Хари это харизма. Хара характер. Харизма от отца, характер от мамы. И не важно кто ваши отцы. Алкоголики, наркоманы. Если вы будете обижаться на отца, у вас харизма не выйдет. Поэтому они главные учителя. Они учат вас как надо делать и как надо. Но харизма идет только через отца. Это он же в его шкуре побыт. В отца или в маме. Почему они так поступают? То есть понимание дает. Если вы можете не понимать, но понимание дает. Понимание дает решить проблему. Следующее. Затем Аум. Энергетика внизу. Поднимается к голове. Арам. И затем Аум. Арам. И Фу Рам. Фу Рам это благодарю. На Востоке написано. Аум одно и то же. Не одно и то же. Аум от сердца. Аум от живота. Придумали пузаны ганишки. Вот у пуза там духи живут. Поэтому наши предки таких называли ганеши, поганые, потомки ганеши. То есть это искусство полевой структуры. Это вы в Индии, индийский есть такой бог, голова, слона, тело человека. Нет таких. Возьмите египетских богов, голова шакала, тело человека, голова орла, тело. Нет таких. Вот это искусство полевой структуры. И когда у вас дома эти картинки висят, а ведь еще люди, там селечи жгут, вы энергетику отдаете. У вас энергия забирает, вам не хватает энергии. Нет обмена энергии. Это придумали жрецы, чтобы они не приедут. Самый хороший раб это тот, который даже в этом не догадывается. Самый хороший раб. Бери лопату больше кидай, дай еще пока летит отдыхай. Это как раз вы помогаете вот это. Вот это вот. Это вы предки. Помогаете это предки вам. А затем вы что делаете? Затем вы род свой возрождаете. То есть чтобы вам стать главой рода 50% плюс одна акция. Вот на гвоздях вот человек читал. Род наш пробудился. Род наш собрался. Род наш поднялся. Род наш сохранился. Род наш укрепился. Род наш закрепился. Род наш отозвался. Род наш возродился. Слава великому нашему роду. Слава великой нашей матери природе. Слава великим нашим детям, внукам, правнукам и всем нашим наследникам. Род нашей, мать наша, природа с нами. Род нашей, мать наша, природа за нами. Род нашей, мать наша, природа впереди нас. Чувствуете? То есть когда вы род и природа, то есть материализация. Ура, ура, ура. Все, вы весь род собираете, у вас контрольные партитации. 50% плюс 1 акция. Вы становитесь главой рода, старцем или старицей. И у вас коллективная душа всего рода. Дальше дело техники. Все. Если вы обижаетесь на маму, на землю, в Мидгард земля, наша мама и земля. На родную маму, на любое женское начало. У вас будут проблемы со второй половинкой. Не важно, мужчины вы или женщины. От вас вторая половинка супруга будет убегать. Вы будете 3-5 раз, 10 раз жениться. Все. Если женщина мужика выкатывает, как изотерики. Не мы, изотерики, говорят. Мужчина никогда руку не поднимает на женщину. Он бьет в ней мужское начало. То же самое, женщина никогда мужчину оскорблять не будет. Когда женщина мужчину оскорбляет? Когда он женщину выкатывает. Принцип понятен? Поэтому, а если обижаетесь на маму, мама и отец, главные учителя, они вас учат, как надо жить и как не надо. Нельзя на них обижаться. Делайте выводы, не относитесь так к своим детям, внукам, правнукам. Наследник наступает на след. А то мама курит. Я говорю, да, я курю, да. Ты дочери не курит. Не, мама, не будет. В 20% не будет, в 80% будет. Или батья не пьет, стаканьяку 2 накатил в самогулке, или не важно, коньяк, виски. И говорит, сынок, видишь, батья у вас? Да, сынок, ты так не пей. Воспитывают начинают катать. Ты на своем образе в жизни. Как Иисус Христос говорил. Не надо никого лечить, не надо никого спасать. Спаси сам, кто тебя тысячи спасутся. Только своему образу в жизни. Начинайте с себя. У вас у всех есть целительский канал. У вас у всех их дарят, у всех психологи, у всех родоначальники родов на земле, миллионный рубеж. Пришли сильнейшие души родоначальники своих родов. Логику включайте. Смена века. Смена тысячелетий, смена эпохи. От вас роды пошли. Души детей родители выбирают сами. Также мы бесплодие лечим. Лишь бы было на месте хотя бы один ищик и матка. Если ищик и матка, не будет ветром, не задуем. То же самое паразитов очищают. Мы людей связь родом останавливаем. Гвоздики, пупочек на место ставим. Это я расскажу, как все это делается. Если у вас группа сформируется, если мы увидим, что это может, по целительству наберем, что мы людей обучаем по целительству. В Калининград мы на год приехали точно. Что тут у меня часть команды нашей, они давно готовились сюда, приехали ответственно. Поэтому мы здесь либо филиал делаем, либо центр. То есть центр ведически будет мощный, сильный. На Европу будем завязывать, все европейские страны. Сейчас подтянутся, но мало, больше 600 стран. Потому что мы с германоговорящими трудились. Здесь мощно завяжем. Потому что Германия, Австрия, Швейцария, Дания, Норвегия, другие страны, они ездили к нам на Алтай. Далеко, дорого. Билеты у нас в России в три раза дороже нет. Мы сделаем здесь. И вот этот треугольник. Европа, Пруссия, Пруссия, Поморская Русь. Нас не интересует ни Кейнексберг, ни Калининград. Здесь Пруссия. Поморская Русь. Поруссия. Что такое Эльба-Лаба была? Палабские крестьяне. Поэтому Поруссия. Киевская Русь. Червонная Русь. Закарпатская Русь. Русин. Русь. Что такое Русь? Это не национальность, это миропонимание. По рунам Русь это родовое движение совести. Уважаешь мать, отца, обычаи, традиции Русь. Чем у нас все говорят? Вед Русы. Мы ведущие Русы. То есть ведущие родовое местилище разума. Поэтому это не национальность, это миропонимание, мировосприятие. Как вы мир понимаете, как воспринимаете только своим образом жизни. И мы не смотрим, какой человек крест носит, ермолку или еще что-то. Мы смотрим на образ жизни человека. Как у него дети. Как у него внуки. Пользуется ли он авторитетом? Если человек авторитетом не пользуется, он в семье, в роду. В семье кашу не сваришь. У нас в родах предки староверы, старобрядцы на семейском называют. У нас на первом месте семья рода. У нас говорят так. До Бога высоко, до Москвы далеко будем жить, как нас предки наставляют. И нам по барабану такая власть. Белые, голубые, зеленые, коммунисты. У нас семейная рода, у нас на первом месте семья рода. Мы все вкладываем в семью, в род. Семьи без рода не бывают. И вот так же, как в рода без семьи. Род – это сила, это мощь. Когда вы почувствуете силу рода, волос в вашей голове не упадет. Во все пути откроются. Кто владеет знанием, тот владеет миром. А кто владеет ведическими знаниями, тот управляет миром. Чтобы миром управлять с себя начинением. Очистить из своего тела душу, дух. Человек, двухмерный разум. Что такое разум? Познавание. Трехмерное тело, дух, душа, тело. Существует во времени, в прострации. Дальше идет шестнадцатимерный ум. Шестнадцатиричная система. В пуде 16 килограмм. Соборожен круг 16. Это материализация, умение материализовывать. Дальше идет многомерная душа. Великая душа, могучая душа. Глаза, зеркало, души. Человек, душа, душа компании. Мелкая душонка, пакостная душонка. В народе говорят. И внемерный дух. То есть дух это и есть вот это, то что невидимое. У него возможно такими приборами измерить. А тут водили на днях. Приборчиками. Было бы так все просто. Таблетку выпил и все. Что ж там наших старцев не вылечили. Черненко, Брежнева, Андропова. Раз бы на приборчик и все. И пока образ жизни не изменится и ничего. Это как костыли. Временно поможет. Еще эффект полотца поработает. Потом все вернется. Русские народные сказки. Пойди-ка принеси мне молодильное яблочко. Пойди-ка принеси пирожа птицы. Трудом. Только все через труд. Без труда не вынешь рыбку из пруда. У нас герои в сказках. Когда будем в сказке, мы это разберем. Вот вкратце я вам рассказал про оздоровление. В принципе все. Питание, вода, воздух. Токсины вы будете. Все. Все будет хорошо. Теперь мы сейчас как это функционируем. Что такое чакры? Как они работают? Чакра. Это русское слово. Чак. Круговоречение влево-вправо. Чак морис. Часы. Чак-чак-чак-чак. Чакра переводится. Согласие местилища разума. Альфа. Корень мужского, женского начала. Родовое местилище разума. Ра это не просто видение рассвета. Ра это родовое местилище разума. Это альфа и омега. Семечка нужно взять. Альфа. Мужское начало. Посадить в землю омега. Выросла. Галат. Расточек. Нужно, чтобы ребенка родить сперматозоид и яйцеклетка. Там вся генная информация хранится. Ни с какого ребра, никогда вы живое существо. И не родите предок. Всего и подруга. Где мозгов нет. Это наши предки. Они умные были. Они много чего туда вложили. Начните с себя синие срода. Так. Про это я рассказал. Так. Ну что. Сейчас мы приступаем к чакрам. Котик. Давай. Давай. Если надо паузу сделать, мы сделаем. Надо паузу 5-10 минут. Нет. Все. Продолжаем. Дальше. Вот это наш вооруженный круг. Календарь. Календарь. Современный историк. Кстати, мы забыли представить. Олег Геннадьевич, преподаватель истории. Закончил университет. Полтайский государственный университет. Как профессиональный историк могу сказать, 90% чем школах и университетов утили фантазию. Поэтому ничего у него праздновать не складывается. И там не было. Все из пальца высосано. Либо события, которые были незначительны, и потом в рамках вели, вели, но кроме нас. Кстати, нас никто в Европе не называет православными. Нас все называют ортодоксами. Правильное название церкви. Греко-византийская ортодоксальная церковь. Что такое ортодокс? Согласно учению же. Писание. Библия, Коран, Палмут. Это прошлое. Потомки Абрама, да? Если вы себя хорошо будете вести, в будущем в рамках пойдете. Чувствуете ловушку? Люди в прошлом, в будущем, в настоящем нет. Мы любим, говорят, люди ходят в голожопы, радуются на богатых, смотрят, говорят, а вы в раю будете в аду. А мы в раю, а с какого ты перепугу будешь в раю? Что ты для этого сделал? Почему системы управляют? Потому что они политический принцип. Он пришел в управление, тащит всю родню с собой. Всех друзей. А народ их дробит. Даже молва такая ходит. Бизнес нельзя, родственник отдать. Только родной надо брать. Нужно учиться. Много чего можно у арабов поучиться, у мусульман. Они приезжают, хоть албанцы, хоть амганцы, хоть пакистанцы. Они приезжают к кланам, взяли кафе в Европе. Пашут с утра до ночи, там 10-15 человек. Смотришь через два года, еще кафе через два, еще и кланам переехали. Но у них родня никак у нас. У них родня все двоюродные, троюродные, пятиюродные. Но это отдельная тема. Мы политику сейчас не касаемся, а до выборов. Мы же патриоты России, патриоты, настоящие. Поэтому вот этот календарь, а говорят, калядки, это каляды, это якобы долговая крида. Книга Римля. Нам больше не хватает. Это вот этот календарь. Вот здесь как раз идет девятеричная система. У нас 9 дней в неделю. В понедельник, вторник, три денег, четыре, пять, шести, седьмидца, седьмидца, неделя. Каска Каньо Горбонов. На первую седьмидцу он поехал в град, столицу, сказка Каменной Чаши. И седьмидца прошла, а седьмидца неделя наступила. Доказательство. Только русские три дуфомики справили, 9 и 40. Никто 7,30 не справили. Потому что у нас неделя 9 и месяц 40. У нас вот они 9 чакр. Как мы весь мир замерим? У них они есть. Что же вот в поражении? Маму, нотник скрываем. Вот первая чакра, земля, черный цвет, видите, земля? Связь с землей, людей нет. Потому что я вам говорил, жители, те, кто живут, дом, работа, работа, дом, три слона, это материалисты, люди, у них есть душа, тело, нету духа, у них 7 недели, 7 цветов. Это уже человек, 9-ти речный, 9 недель, 9 цветов, 9 чакр. 9 месяцев в году. Зима, весна, лето, осень. Лето это лестоисчисление. У нас было от сотворения мира в звездном храме. Наши предки вооружены с аримандами, с китайцами. И то, что люди говорят, Георгий Паркнольск побеждает драконов, это не Георгий Паркнольск, а русский верес. По-другому это Сканда, Скандинавия, Сканда, покрытие Навья. Сканда, вот эти роды, с наших родов, когда они в Сибири с Алтаи пришли, навели порядок, он роду увел сюда. Германские роды тоже сам к ним относятся. И он сказал, после моей смерти мой дух будет охранять эти земли. И они называются Скандинавией. Сканда, покрытие Навья. Навья душа умершего. Он даже в Данину, он был в Данину, приехал, их всего 5 миллионов, но это они все элиты-элиты считают. Кстати, датское образование очень мощное. Если человек с датским диплом приезжает в любую страну, он берет сразу. Хоть в Германию, хоть в Америку, хоть в Канаду, без вопросов. Они очень хорошие управленцы. Они очень уважают, чтят обычные традиции своих предков. И даже деньги свои сохранили, кроме Магнитиньева. Все скандинавские страны сохранили, потому что Скандинавия не дает роды свои разваления. Потом первая чакра, земля, связь с землей. Сразу говорю про болезни. Первая чакра, земля. Что это отвечает за это? На почечнике выделяется адреналин. Отвечают кости. Органы выделения. Если у человека проблемы, проблемы. Какие заболевания? Ожирение. Раз. Геморрой. Два. Сколиоз. Три. И заболевание костей. То есть у человека нету связи с землей, нету с заземлением. С матерью землей обмена нет. Есть выражение. Ушла душа в пятки. Когда у людей душа в пятки уходит, страх. Страх пронизует воду. И когда человек нервизован, начинает заедать. И когда человек много вареной пищи кушает, кушает, он голодный. Он ест, ест, ест набирает. Голодовочка, антипаразитарная, касторочка. И вы все выводите. Это как раз первый чакра, земля и стоп. Вот поэтому многие народы, священнослужители, носят черную одежду. Монахи, например, да? Иудеи обрезаны черную ермолку. То есть себя с землей. Только она здесь. Ногах подожди. Так же, как женщина. Почему в юбке должна ходить? Когда женщина в юбке, принцип звучания мужской-женской. Любой колокол, то мужской-женской. Круг колокол, женская, пестик мужской. Восточная чаша. Женская, пестик мужской. Но когда женщина в юбке ходит, да, не в штанах, она энергию правильно берет. Убережный круг правильно берет. К чему женщина? Космос, космос. Когда у женщины косые, она убережный круг над семейным, над любимым держит. Над родом держит. Это антенна. Мужчина борода, а у женщины космос. Это все хорошо. Кстати, все материализация, мы в мир приходим через женщину. Финансы все идут через женщину. Если мужчина изменит отношение к женщине, у них не будет проблем. Ни финансов, ни каких. Это как раз вот черное. На востоке нет земли. Нет черного цвета. Она у них есть, мы чапли, но у них с красного начинается. Заболевания, сказал, какие? Сны. Сны будете разгадывать. Если вы спите, во сне видите земля, светущая, деревья, животные какие-то, солнышко видите, значит у вас центр хорошо работает. У вас есть заземление, свет с землей. Если вы во сне какие-то лабиринты видите, или еще где-то что-то, у вас могут быть проблемы. Подвалы какие-то. То есть у вас проблемы с этим центром. У вас нет точки опоры, стоп. Вот когда люди чисто одни духовно развиваются, на правой ноге стоят. Долго простоят. Когда человек налево надеет, чисто материалист. А вот мы стоим на двух. У нас гармония духовная, душевная, материальная. Это и есть точка опоры, стоп. Связь с землей. Первая чакра. Поэтому исток. Вот она у нас, видите, сворожен круги, земля. Первая чакра, исток, земля. Поэтому мать земля. И люди, только те, кто трудится на земле, своими ручками выращиваем. Почему у нас все говорят на земле? Только вы тогда поймете, как функционирует вселенная природа. Что-то вместе взаимодействует, что-то нет. Так же, как вы, допустим, что-то можно после чего-то садить. Есть такой овощ, чеснок называется, после которого можно садить все. Он землю очищает. И когда вы понимаете, как все функционирует, кстати, духовные дела питаются только 9 минут, душевные 9 часов, затем только физически. Если люди у нас, когда по Европе ездят, мы говорят, Олег Геннадьевич, где силы берут столько земель? У нас пока дача 20. Придет время гектар, но мы всему в свое время. Родовая отчину, поместь отчину. Отчина отечества, отчина отчина, отчина отчина, отчина отчина отчина, отчина отца своего. Ну вот она, чатра, земля. Следующая чатра. За рот, за рождение рода. Отвечают такие органы у женщины, яичники, у мужчины яичники. Это связь, это то, что астрологи говорят, созвездия, чертов. Там вот, восточный создают. Водолеи, там, козерог, там, это не имеется в виду. Это как раз, когда ребенок рождается, да, стоят определенные земли, стоят, не планеты, правильно, земли стоят. Планета, блуждающая звезда, земли не блуждают. Солнце, чертоги, созвездия, очень сильно это влияет. Поэтому за рот, за рождение жизни, связь с звездой. И вот эти все конфликты, которые в семье, как в Библии, за грехи родители, дети до седьмого колена. Все конфликты в семье передаются детям. Поэтому в Библии написано, что грехи родители, дети отрабатывают до седьмого колена. Прадед, дед, отец, я, сын, друг, прав, семь поколений. Поэтому вам достаточно о своем правном, о том, прадедах, рассказать, то он точно становится. Хотя бы имена, чем занимались. Логику опять включаем. Раз это жидкость, а что за это отвечает? Кровь, мочевой, желчный, все, что жидкости в организме. Заболевание. Заболевание крови, заболевание мочеполовой системы, импотенция, фрегитность, бесплодие. Все, что связано с жидкостью в организме. И где какой центр находится, там органы находятся. Каждый центр, мы потом покажем, он крутится вправо и влево. Мы энергетику отдаем и получаем. То есть правосторонний символ по Сулон, свастичный, по Солнцу, левосторонний, головрат на встречу Солнца. Мужчина, правосторонний, женщина, лево. Почему супруга вся слева находится? Тогда энергетика правильно работает. Конь, шашка справа, супруга слева. Если невеста справа, супруга слева, идет правильная энергетика работает. Обережный круг, очень легко доказывается. Левая рука берущая, право дающая. Запомнить легко, мы здороваемся как у рукой, правая. Поэтому лучше все брать левой рукой и давать правой. У нас будет энергетика правильно работает. Про заболевание сказал про вторую часть. Так, заболевание. Так, так, про ордены тоже сказал. Сны. Если вы во сне видите чистую воду, море, океан, вода с крана, ванны, морскую фауну, живую там, дельфинов, китов, рыб, влацентр хорошо работает. Если вы видите во сне грязную, мутную воду, дохлые там рыбы или еще что-то, да, морская фауна и флора, проблемы с этим центром, загрязненные. Кстати, почему сейчас очень много детей рождаются больных и мертвых? Потому что роды воплощаются, детей никто не рожает. У нас на земле осталось 8% не спящих. Всего 8% в пуху. Эти знания в перспективе может по земле. А не спящих у нас 0,1, так не знаю какая. Остальные все спят по этому углу. И живем мы пока так. Вот они, гороскопы. Вот здесь за рот. Только рот может помочь. Предки. И вот эти все негативные энергетики, конфликты в семье, в роду, все вот эти проблемы, тогда любое негативное воздействие, оно пробивает. И еще недорассказал, почему дети больные рождаются. Когда женщина забеременела, нельзя мужчина налево бегать. И женщина тем более. Мужчина сбегал налево, переспал, жену ребенок мертвого родится в 50% случаев. Вот вам откуда заболевание. Да, он и так далее. Очень много. Это не истина в последней инстанции. Это очень огромная доля. К всему нужно относиться как к доле истины. Доля апельсинки, доля мандаринки, доля. Поэтому есть такая, есть подроица Макаш, Макаша, Большая медведь, ее еще и ебить называют. Вот у нее две дочери доли и не доли. Доля счастливую судьбу, не доли несчастную. Человек становится на протоку и развитие, она впитается на протоку и нить. У человека хорошая, судьба меняется. Как это делается, мы тоже, когда будем в сказке рассказывать, мы будем так и снять. Вот он, второй человек, отцарарался, рождение жизни. Кто вторую чапру прихватизировал? Кардинал. Какую они одежку носят? Красную. Красную ермолку. Видите, как все просто. У нас красный молодец, красная девица, на людях и красная смерть красна. Красный угол, рак, рак встает. Про вторую чапру прихватизировал, рак забрали. Следующая, третья чапра. Огонь. Это оранжевалый цвет. Это центр характера. Это живот. Здесь термоядерная реакция. Отвечает поджелудочная железа. Логику включать. Какие органы здесь находятся? Желудок, кишечник, поджелудочная печень. Все проблемы с этим центром. То есть здесь мы туда все кидаем. Здесь огонь все пережигает. Поэтому, когда люди перчик едят, когда орехи едят, здесь у вас правильная кровь. Кровь сильная, здоровая будет кровь. Вы начнете шлаки выводить. Заболевания. Язма желудки, заболевания печени. Заболевания. А еще язва. Смотрите, человек, кто любит таткалывать. У этих людей почему всех язв? Если человек желчный злой, у него будет камень в почках. Желчный. Ну, это логично. Печень, да? Печень, фильтр организма. Печка. Огонь. Даже в фильме есть, там они печень едят, очищают. Почему вот охотники, когда что-то этого. Если кто-то охотники, то в деревнях живет скотинку. Допустим, заголовли они скотинку. Мясо первый день нельзя кушать. Только можно лигать внутреннее. И печень, он фильтр организма. Он не только отход, он еще по энергетике перерабатывает. Почему сыроз печени, алкоголики, наркоманы? Проблема с печенью. Не может печень все вывести. Начинается проблема. Поэтому здесь огонь, травоядерная реакция. Все сюда закинули. Смотрите, логику опять включается. Допустим, кушайте вы сырую морковку, свеколочку, капусту, лучок. Борщ или щи, что мы варим? То же самое, только все пережариваем и перевариваем. А сырое это нельзя кушать. Кстати, эти все супы можно делать, это следующий этап. Мы пока так не извращаемся, нам некогда. Это когда можно сок делать, там, с морковной, свекольной, можно и все борщи делать. Также окрошку можно делать на кедровом молочке. Но это следующий этап. На первом этапе вам нужно очиститься и научиться с энергиями работать. Научиться энергию принимать и отдавать. Еще центр характер. То есть, когда у человека неправильно функционируют, животы начинают расти. То есть, пуп земли. Это связь конкретно, вот эта, с землей человека, откуда он пришел. Ну, это вот когда гороскопы смотрят. Венера, Меркурий, Марс. Вторая часть это созвездия. Третья это конкретно Земля. Если человек обижается на себя, это значит на мать Земли обижается, на маму обижается, на женское начало обижается, да, недоволен чем-то, пуп всегда уходит под сердце. Почему инфаркты, инсульции? У сердца своя чистота, у пупа своя чистота. Идет сбой. Пуп на место ставим, вначале паразиты, выводим травму, касторку петру. Пуп на место ставим, все сердечные болезни, все инсульты проходят. Обида на женское начало влево, на мужское вправо, от сердца, либо вниз. Иногда у людей пуп бывает раздроблено на четыре части. Проверить легко. На спинку ложитесь, ножки в коленочках сжимаете, перстом это перст. Это перст. И в пуп. И когда у вас пуп на месте, у вас будет пульсировать и будет не больно. Если больно, смотрите, куда отдаёт. И нога в спину отдаёт, вниз, живота, под сердце. У вас там пуп. И когда пуп на месте, он должен потихоньку пульсировать. Правильное восприятие идёт, потому что у нас сутка была 144, у нас сутка была 16 часов 144 часа, это как минуты. Это как свороженные грудки, как фуды. И когда пуп правильно, и ещё как повстрять пуп на месте, вот когда пульсирует, мне больно. И везде отдача вокруг пупа должна быть одинаковой. Если отдача здесь есть, а здесь нет, он смещён. Надсадился, либо в деревнях, женщина что-то поднимает, либо несёт не свой крест. Надо вам наработать, а вам не охота, семью карлинать надо, у вас поп уйдёт. Говорит, человек несёт не свой крест. Надсадился. И не своим делом занимается. Человек что-то изучил, и всё это проповедует. Цигун, китайцы, посмотри, китайцев полтора миллиарда. Фэншуй, уже говорю, унитазы покушал, кровати ставил. Индийское всё, питание кушает, кухня, их миллиард триста. Других народов там тоже полно. А наши роды выбирают. Очередь стоит рождаться, никто не хочет рождать. Кстати, душа не тер, а ведь он выбирает сама. Почему у человека проблемы? Это я всё про пункт говорю. У человека как бы три суда. Первый суд совести, когда человек сам себе адвокат, судья, прокурор, самый жёсткий суд. Почему многие люди вешаются, топятся, спиваются, скуриваются, когда человек нереализованный, проблема, он начинает этим делами заниматься. Или фильмы показывают. Генерал сражению проиграл, застрелился, неправильно сделал. Надо в плен попасть, парашу покушать, солдат им побить, карма отработать. Карма по-русски карман. Почему мы в карман наложили, то и носим. Все ходы в русском языке. Глядишь, детям, внукам не достанется. А так, ну, тебе придут, правильники отрабатывают. Будут проблемы. У нас принц пришёл, увидел, победил. Мы когда встречались, я в Москве, наши знания хотели, мы с генералом. С МВД, в Перу, с ФСБ встречались. Дедушки, пень, такие старенькие, ученики, дети свои, всё. Мы пытались, и они не могли донести. Мы, говорит, всё, это понимаем медическую основу, до майора, они в нашей теме. Но мы, говорит, ЦРПЦ ругаться не будем. Он говорит, не надо ругаться. Вы солдат учите вот этим, чтобы они воиновые были. У вас ни раненых, ни убитых не будет. Хороший казак два раза одной дороги не ходит. Он всегда идёт одной дорогой, возвращается другую, потому что нас никто никогда поймать не может. Так же и вы всегда по знаниям уточните новую дорогу. Не надо него копий копировать. Любая копия, она не жизнеспособна. Фундамент, это обычаи, традиции, культура. Язык. А дом каждый свой сам строит. Справедливо, справедливо. Поэтому никогда никого не копируйте. Лучше свою жизнь прощать, чем чужую. Всё говорит про живот. И когда человек, у человека начинает живот расти. Иногда вот если кто магией занимается, почему он совершенно служит в воде в животе? Потому что они никогда не постятся, у них нету совести, у них нет чистых помыслов. Не у всех. И начинает живот. Там люди поселяются. Что на зеркало менять, кулирожа приводит. Если человек зеркально чистый, тебе ничего не прилипнет. У тебя мощная родовая защита. Проблема людей, что у них нет родовой защиты. Нету родовой связи с приемлемой. Вот ещё почему раньше скрывали имена вот этого, да? На имя делается. Всё просто. На имя делается. Почему в Японии много имен? Почему у нас духовное имя на речении есть? Почему даже когда крестят, да, есть ещё духовное имя? Ну а про Светланы, никогда Светлана крестить не будет. Фатиния. Совсем одинаково. Светлана и Фатиния. Потому что там Светлана и Фатиния то есть на имя, зная имя, можно сделать на имя. Но опять же, если мощная энергетика на тебя ничего не повлияет, защита мощная. Но почему я в этом свадьбе говорю, руну, пышу хожу, что у нас очень мощная защита. Но мы берега видим, мы не бассеем. Надо все видеть берега. Не надо ему переступать черту. черта есть, нужно видеть. Вот я говорю, что об этом, да. Не спрашивают, не сплясывают. К нам, когда приходят, мы говорим так, есть вопрос, есть ответ. Нет вопроса, нет ответа. Ко мне часто приходят, а скажи, что у меня болит. Ты не знаешь, что у тебя болит. У нас есть врачи, которые за это деньги получают. Где они тебе скажут, что болят? Ты приходят, вот потерялся, там найди их. Есть милиция, полиция, она за это деньги получает, пусть ищут. Мы знаем, как с этого метода выходить. Нам по барабану ничего. А тут экстрасенсов, битвы экстрасенсов, там бабло зарабатывают, показывают, вот они там, покойников, одежду, хрень у себя оказались. Зачем этим заниматься? Нужно здесь сейчас энергию на силу. Нужно энергию применять, чтобы для жизни людей было. Жизнь людей. Здесь и сейчас. Прошлое описание. Если вы себя хорошо будете в силу, в будущем в районе попадете. Чувствуешь, ловушка? Люди же в прошлом, в будущем, в настоящем нет. Вот сейчас я директилоиду, я сейчас в интернете смотрю, недавно тут настал. Рептилоиды, всякую хрень придумал. Нет никаких рептилоидов и не было на Земле. Нету. Все искусственные полевые структуры. Это эгрегоры. Они откапывают уже. Что? Они же откапывают в раскопках. Ах, не факт, что что там. Они много что там раскапывают, там никто ничего не видел. Нет, это... Опять же, даже если они есть, теоретическая цивилизация, многие другие, есть эксперименты были, они не управлять, они не могут. Папа римский, масоны, да? Да. Посмотрите, сколько народу выходят на улицу, как они всем подчиняются. Да. Как они? Ну, это неоргалистическое программирование. Потому что там раки. Что такое раки? Паха, остальные. Ну, это принцип пирамиды. Но они считают, что у них какая-то транслистка что-то не санкланица. Мы не знаем, кто считает. Мы это не считаем. И все вот эти вот... Мы не считаем. Потому что, чем выше степень посвящения, тем они тупее, глупее, тем они нанадея. Опять, чтобы надо дурить народ, чтобы имидж, сменить имидж, посмертно, масло, масло. Опять это слава богатства. Опять это слава богатства. Опять дурят людей. Потому что одного человека можно долго дурить, много людей нельзя. Народ спросит. То конец света ждали в 2012-м, то инопландеянин, то еще, то фирмы катастрофы. Как Анастасия говорит в книгах Мегре. Говорит, Нострадамус, ты не предсказал, ты создал свою мысль. Если одному человеку говорит, ты идиот, ты дурак, ты балбес, он человек точно подумает. Как вот школа начинает чморить, у нас дедовщина была, да? Человека, чтобы на него нет, начинает казаться отпущение искать. Сначала его оскорбляют, унижают, потом бить, издеваться на человек. Принцип. Тот же принцип казалось мужчине. Что только они меняют, не трогают. Это все идет с детства. Это все. Принцип крыс. Это не обезьян-крыс. А вы читали, верно, не смотрели, есть такой фильм документальный, называется. Ой, что-то вот с детства, когда идет. Анатомия предательства называется. Не смотрели это? Не помню. Может смотрел, но вообще нет. Есть такой документальный фильм Анатомия предательства. Это вот все вот военные разработки, там это, наблюдение за людьми, начиная с детских садов, со школы, то есть формируется личность именно с детства. Все правильно? Это все. Вот это именно когда он там, извините, закладывал, шестерил, вот потом и получается тогда, что если человеком не сделаешь, если ты уже сформировал, он личность. Конечно, конечно. До сорока лет можно его влечить. Страх. Страх. Смотри, религия. Бога бойся, он тебя накажет. Сатану бойся, он тоже накажет. Чем Бог от Собраны на отличается? Бога бойся, Сатану бойся. Бога ты любовь. Он никогда не наказывает. Он всегда любит своих детей, внуков правильного. Понимаешь? Да, он любит. Кто сказал, что его бояться надо? Олег Геннадьевич, вопрос, как правильно очиститься касторкой? Один грамм, полтора грамма касторового масла на килограмм веса. Если 75 килограмм, можно брать либо 75, либо 125. Лучше брать лимонный сок. 50% сока, 50% касторового масла. Касторового масла лучше брать индийское. Ну, в крайнем случае, можно в аптеке взять. Все это мешаешь, пьешь в 3-5 часов. Свежий жад. Выпил, в идеале пить 3 дня подряд. После 3 дней чистишь печень. Берешь тоже 50 на 50, либо масло кедра, но оно дорогое, поэтому оливковое, оно подешевле. 100 грамм, например, масла и 100 грамм сока. Также пьешь. Для чего нужно сначала кишечник чистить? Вся иммунная система в нашем кишечнике. Вот эти все болезни, проблемы у кишечника. Шлаки, когда люди кушают вареную, жареную, копченую пищу, это все откладывается вот здесь, твой, где животы растут. Потому что в природе вареную, жареную, копченую едят только люди. И вот смотрите, почему у людей язва желудка, гастрит. Вот когда человек правильно питается, вырабатывается щелк. Когда люди едят копченую, жареную, вареную пищу, они чистятся, они едят фруктов, овощей. У них вырабатывается соляная кислота. Аж в школе учились, да? И эта соляная кислота начинает все разъедать. Вот для этого, чтобы когда лимон, он делает щелочную реакцию. И когда вы желудок кишечника чистили, ну что, три дня подряд жечек. Почему? Если у вас есть камни или песочек в печени, вот этот лимонный сок с маслом, они это выводят. Камни принимают мармеладную форму. Знаете? Мармелад. Ну да. Выводят, затем это все выводится, но ты когда выпил, нужно съесть несколько фиников. Финик растворяет камни. Вот если вы будете кушать мед в сотом, и финик один воврот возьмите, у вас этот финик сотый разъезд. То есть финик выходит на камни. И не надо никаких операций, ничего делать. Все? Все просто. Все просто. Природа матушка. Природа матушка. Но еще очень эффективно, вот сейчас я пять месяцев подряд на горечи сидел. Так я по месяцу пил. Антипаразитарные горькие травы. Ну это горечь. Это полынь, это пижма, тысин, чилисник, корень лопуха, корень одуванчика, хвощ полевой, это гвоздика, это корень аира. Их очень много. То есть девять трав берешь, все на миксере, на кофемолке мелишь, все перемешиваешь, начинаешь пить на сухую. Если дети, можно заваривать. Почему нужно пить сухую траву? Когда заваривают кипятком, она выводит маму, батю. Ведь паразиты, это не только писты. Это вирусы, бактерии, простейшие, это все паразиты. Почему они заводятся? А как они это дерьмо все при колокольчике? И когда вы вот эти горечь пьете, вот я по столовой ложке пью. Могу две, три выпить, когда голодаю. Это за раз или за день? Завтрак ужин. Завтрак ужин. Начинать лучше где-то сначала с третьей чайной ложки. Я два-три попил, катят чайную ложечку. Катят, можно потом на столовую ложку перехать. Вообще мера у человека это щепать. У бабок же не было весов. Вот сколько у тебя в щепотку вошло, это твоя мера. Вот щепот взял, можно хорошо так вот. Вот это еще. Все, в ложечку выпиваешь, водой запиваешь и садишься кушать. Утром, вечером. Месяц пьешь, месяц отдых. Месяц пьешь, месяц отдых. Месяц пьешь, месяц отдых. Если по две недели, две недели пьешь, две недели отдых. Почему? Потому что инкубационный период у многих паразитов в месяц, полтора, два, три. Нужно выводить. Разно, у всех по-разному. Все, все просто. Чистишь кишечный желудок, пьешь антипаразитарные травы, баня, сауна. Не бегайте, как в аксакалу. Все просто.